Девушки отдыхают Пипи На сегодня-то тебе полегче, пап? Да нормально все Ну отпустила Ну и перепугал ты нас вчера с мамой Аркаш, ты меня изводишь За здоровьем надо следить Столько лет жаловаться на сердце И не лечиться Конечно, у тебя приступ Слава богу, спасибо, скорая вовремя подоспела Ну, знаешь, годы все-таки Ну и что? Ну я думал, поболит-полит и пройдет Господи, может зря от госпитализации отказался? Да врачам только дай волю Они всех бы в больницу уложили А я не хочу Дома и стены лечат Ну хоть были окна обследования Они все проверили, прописали бы какое-то лечение А дальше, пожалуйста, лечи себе дома А еще лучше, в санаторий можно поехать Да, конечно Кстати, у нас же скоро отпуск Вот, можем все вместе поехать Ну, знаете, до отпуска еще далеко А вот знаете, девчонки, что я хочу? Чаю С малиновым вареньем Ой, а А малинового-то и нету Ничего, сейчас схожу и куплю Спасибо, Катенька Спасибо, моя милая Ой, ой, ой Ну ладно, чего ты Ты же знаешь Все сделаю, лишь бы ты у меня здоровым был Спасибо, милая, спасибо Я мигом Спасибо Иди сюда Садись, садись Иди Лёвочка, я ведь специально маму отослал Чтобы с тобой поговорить О чем? Что, при маме нельзя было? Это я могу сказать Только тебе Спасибо Пожалуйста Да я хотел с ним вчера встретиться А он меня так подвел То же самое Да не говори Люба, послушай, для меня это важно Ты должна знать Я, в общем У меня есть еще один ребенок Есть еще дочь Твоя младшая сестра Что? Двадцать лет назад я Изменил Кате Она об этом не знает А где эта девочка? Что с ним? Я ее никогда не видел Я виноват перед ней Ты Ты найдешь ее Ради меня, правда? Понимаешь? Может Может быть Ей что-то нужно Может быть Ты поможешь мне Искупить мою вину Пап Не волнуйся Мы вместе ее отыщем Хорошо? Обещай мне Пожалуйста Обещай мне Хорошо, хорошо Я обещаю Ты только не нервничай Что? Да Сердце? Ничего, ничего Ничего, сейчас пройдет Давай Сейчас пройдет Давай Что-то плохо мне Дышать тяжело Так Троглицерин, давай Подизык Давай, давай Давай Должно отпустить Пап Плохо 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 Да что ж такое-то Так, пап, держись Пап, сейчас, сейчас Алло, скорая Скорая, человеку Плохо Сердце Приезжайте скорее Здравствуйте Здравствуйте Люба Люба, прошу тебя Найди свою Сестру Папа Прости Меня Папа Папа, сейчас приедет врач Тебе станет лучше, слышишь? Пап Папа Давайте чай пить Я купила вот Малиновое варенье Рогалики Тебе Рогалики Хороший был человек. Пусть земля ему будет пухом. Сколько поколений студентов воспитал. Вот на таких людях страна наша держится. Аркаша, мой Аркаша. Аркаша, как же я без тебя, не всегда рядом был. Самый верный, самый любимый, самый лучший муж на свете. Лень, мама нам предложила квартирами поменяться. Говорит, что ей будет тяжеловато одной в четырехкомнатной. Ну и опять же, кругом воспоминания. Что ты думаешь? Ну что, хорошая идея. И здесь вполне места хватит. У нас семья у Оленька растет опять же. Вдруг я вот думаю, может, мы пока с ней поживем? И я не хочу ее одну оставлять. Да, конечно, милая. Я не против. Заодно бумаги отца разберем. Не хочу, чтобы она одна этим занималась. Без нее тоже как-то неправильно. Как же я устала. Ты отдохни. Не думай ни о чем, вот и все. Без нее тоже. Дорогой Аркадий, прости меня за это письмо. Наверное, ты считаешь все произошедшее между нами ошибкой. У тебя своя жизнь, в которой мне нет места, но есть кое-что, о чем ты непременно должен знать. У меня родилась девочка, и я назвала ее Викторией. Это твоя дочь. Люба! Пойдем чайку попьем. Я с мятой заварила. Мам. Мам. Ну, не мучай себя, пожалуйста. Давай чайку попьем. Пойдем. Валерик, 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 Валерик. Ну. Ой, Вичуль, ты что такая смурная ходишь? Давай садись с нами, выпьешь, глядишь, жить повеселее, да будет? Валерик, валите со своей веселуху, уже вы достали. Ты глянь, она грызается. Вот мы к ней со всей душой, а она что за манера? Воспитания нет. Воспитания. Настроения нет. Воспитание мы с вами обсуждать. На себя посмотрите сначала. В смысле? У нас вообще все нормально. А ты что такая бу-бу-бу, Викуль? Тебе что, опять с работы что ли выгнаны? Вам какое дело? Вы мне что, работу предложить хотите? А что ты так с нами разговариваешь? Ты на себя в зеркало смотрела? Ты кому нужна-то? Что с себя взять-то? Валерик, она не нужна никому. Да, конечно. Вообще. А ты это, комнату свою продай. А что, нормально, у нас вон Подмаревы и Леха с Ленкой продали. И нормально, на первое время нормально, жрать хватает. А потом, глядишь, пристроишься куда-нибудь. А что, потом на вавзале поможевать что-нибудь? В смысле? Вот коза, Валерик. Валерик. Лёнь. А ты можешь представить, что мой папа изменил маме? Лёнь, а ты что? Откуда вообще такие мысли? В покойниках, сама знаешь, плохо не говорят. Он мне сам сказал. Перед смертью. У него есть внебратитная дочь. Но это что? Я обещала её найти. Не знаю, как ты будешь её искать. Искать человека, которому тебе практически ничего не известно. Нереально. Я не успокоюсь, пока не найду её. Любонька, ты только не переживай. Ну? Ты же не можешь отвечать за поступки своего отца. Не можешь. Теперь давай спать. Спать, спать, спать. Спать, спать. А? 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 Здравствуйте. 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 Люка, привет. О, привет. Ты как? Ничего. Мне очень жаль. Прими мои соболезнования. Спасибо, Олесь. Если что-то нужно, ты только скажи. Ты сама знаешь, ты всегда можешь на меня положиться. Да. Знаю. Но ты не волнуйся, я правда держусь. Я думала, тебя не будет пару дней. Ну, посидела бы дома, мы уж тут как-нибудь без тебя бы справились. Да нет. Дома даже как-то тяжелее. Здесь все-таки можно на работу переключиться. Ну да. Тоже верно. А я за чаем тебе принести? Давай. Давай, если не трудно. Да легко. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Вот, пожалуйста. Первое. Отчет. И... Добрый вечер. Ой, ты вовремя. А я как раз вон маклажаны потушила, как Аркаша любил. Как хорошо, что вы здесь. Есть для кого. Приготовить. О ком позаботиться. Я же не привыкла так вот одна. Да ну что вы, нет проблем. Мы же с Аркашей хотели домик, ну, свой, так что подальше от суеты. Ну вот, теперь-то куда я одна. Да ничего, ничего. Пока вместе поживем. Вы за Олечкой присмотрите. И вам хорошо. И нам. Я с удовольствием. А почему ты один? А где Люба? Люба пока на работе задерживается. Она же у нас трудоголик. Ну да. Конечно. Вот ты знаешь, я что еще думаю? Что она вот так вот в работе спасается просто, потому что ей очень тяжело. Они же с отцом очень близки были. Ну да, да. И это, конечно, тоже. Спасибо. Это ж так хорошо, вот когда есть чем себя занять. Вот не есть чем себя занять. Правда. Мне здесь все напоминает об Аркаше. Здравствуйте. Спасибо. Ну, что надо? Здравствуйте. Я ищу Маргариту Абрамову. Таких здесь нет. Подождите. Может быть, вы знаете, куда она переехала? Она здесь лет 20 назад жила. Вспомнила бабушка первую брачную ночь. Мы здесь уже 10 лет живем. И таких не знаем. День рождения. И сказал, что если нужна будет помощь, он поможет. За тебя, малышечка. Где мои деньги? Чего? Че слышала? Кто из вас двоих сперлые мои деньги? Возвращайте все чаши! А то что? Да ладно, что ты ее слушаешь? Несет какой-то бред. Где мои деньги? Ты че творишься? Я не понял. Порядок потом тут не забудь навести. Да тут вся квартира одна сплошная свалка. Вы только и делайте, что свинарник разводите. Еще и воруете. В смысле? Ты че? Такая уверенная? Если ты такая уверенная, давай, иди в органы там, заявление накатай. Может, они тебе помогут? Помогут? Сейчас помогут они ей, а? Тваря. Простите, пожалуйста. Красавка. А может быть, вы помните Маргариту Абрамову? Она в 46-й квартире жила. Маргариту Абрамову? Да. Нет, извините. Никогда такое не слышала. Спасибо. Тише, тише. Поехали гулять. Ты моя дорогая. Ой, ой. Ой. Здравствуйте. Прошу прощения. Может быть, вы знаете Маргариту Абрамову? Маргариту Абрамову? Да. Из 46-го, это? Точно. Ага. Сейчас, детка. Сейчас я все расскажу. О, господи. Правда, мне сказали, что они переехали. Я в этом доме сто лет живу. Всех знаем. И помню. Так вот, не переехала она никуда. Поверла давно. Как умерла? Вот так вот. Болела долго. Умерла бедняжка. Да. А как же девочка, дочка ее? Ой, жалко ее. И ее жалко, и дочку жалко. Ой, трудное детство у девочки выдалось. Семи лет в детском доме. У матери-то родных кого не было. А отца никто не видел. Привет. Ну, наконец-то. Все уже давно спать легли. А ты только домой пришла. Лень, представляешь? Та женщина. Она умерла давно. Подожди, какая женщина? Любовница твоего отца, что ли? Ну? Ну что, оплакивать ее будем? Какая-то женщина умерла тысячу лет тому назад. Лень, ну не изви, пожалуйста. Не тот повод. А, ну хорошо. Умерла и умерла. Любовенька, что это меняет в нашей жизни? А то, что моя сестра выросла в детдоме. Потому что у нее больше не было никого. Ну да, да. Ничего же уже не поменяешь. Что было, то было. Я понимаю. Ну, я же должна что-то сделать для нее. Ну что? Что ты можешь сделать? Стать для нее ангелом-хранителем? Лень, ну что ты все смеешься? Ну, пойми, если бы мой отец тогда признал ребенка, мы бы взяли ее к себе. Я представляю реакцию твоей матери. Она была бы безумно счастлива. Она бы приняла ее, Лень. Мы бы жили вместе. А так получается, что у меня было все, а у нее ничего. Подожди, стоп. Ты сейчас серьезно об этом? Да. Да я вообще все детство мечтала, чтобы у меня был братик или сестренка. А так получается, что она у меня, оказывается, есть. Так, Люб, давай-ка мы с тобой без сентиментальностей вернемся на землю, хорошо? Лень. Мне очень жаль, что ты не хочешь меня понять. Я хочу спать. И ты тоже ложись. Я все-таки надеюсь, что завтра утром тебе вернется здравый смысл. О, Любашенька, кофе будешь? Да, спасибо. Ты себя хорошо чувствуешь? Чувствуешь себя хорошо? А, ну все в порядке? Мам, мне там для работы еще кошки собрать нужно. Я сейчас. Доброе утро. Доброе. Я так за Любу переживаю. Она после смерти отца какая-то вот, какая-то потерянная, нервная. Ну, это естественно, такая утрата. Я сама-то в себя прийти не могу. Нет, вы молодцом. Держитесь. Ну, стараюсь. Но я очень за Любу переживаю. Да, ей сейчас бы не помешало немного отдохнуть, развеется? Вот. А почему бы вам вдвоем не поехать куда-нибудь отдохнуть? А я с Олечкой побуду. Это хорошая идея, но я боюсь, что Люба не согласится. Она же у нас трудоголик, ее не вытащишь никуда. Ты постарайся. Вот ей бы это сейчас так на пользу пошло. Ну, я попробую. Ага. Ну, вот я и поехала вчера. Здрасте. Здрасте. Лень, завезешь меня в детский дом? Подожди, я думал, мы на работу едем. Я предупредила, что могу задержаться. Попозже подъеду. Делать тебе нечего. Леня, ну, не начинай. Твоя упрямство меня поражает. Ну, ладно, говори адрес. Тут недалеко, я покажу. Ребят. Да. Тут недалеко. Networking. Твоя упрямство меня поражает. Э, это моя курица. А вы уже сперли мою бабку? Хамка. Да подавись ты своей курицей. Все равно пересолила. Нормальная курица. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Я к Надежде Алексеевне. А вы по какому вопросу? Я вчера звонила по поводу Вики Абрама. А, это вы. Ну, проходите. Олестьевна? Ты меня напугал. Позволь представиться. Перед тобой новый начальник отдела маркетинга. Да, друзья, спасибо, спасибо. Да ладно? Тебя повысили, что ли? Именно. Мало того, что повысили, дали личный кабинет. И сегодня я, между прочим, туда переезжаю. Слушай, это просто замечательно. Я тебя от души поздравляю. Уверена, ты будешь лучшим в мире начальников. Спасибо, спасибо, дорогая. Спасибо. Отмечать-то будем? Ну, события все-таки. Обязательно. Сейчас только Любе позвоню, обрадую. Все. Извините. Сожалею, но никакой информации я вам дать не могу. Надежда Алексеевна, ну, я вас прошу, это очень важно. Меня можете не уговаривать. У нас есть определенные правила, и мы их придерживаемся. Ну, может, хоть разов в жизни можно отступить от правил? Ну, если так быть лучше для всех. Вы свое родство можете доказать? Ну, вот откуда я знаю, кто вы такая и зачем вы Викторию разыскиваете? Ну, поймите, у нас особые обстоятельства. Девушка, ну, каждый человек считает свои обстоятельства особыми. Извините, я вам ничем помочь не могу. Подождите. Может быть, мы можем как-то договориться? Да вы что? Вы что, мне взятку предлагаете? Я живу по букве закона и не собираюсь его нарушать. Извините. Уходите отсюда, мне не о чем с вами говорить. У меня масса дел, вы меня задерживаете. Надежда Алексеевна, ну, простите. Ну, может быть, вы можете что-то передать Вике? Девушка, я вам уже все объяснила. Сейчас я спешу. Поймите, у нее больше никого нет. Это была предсмертная просьба нашего отца. Он умер. Соболезную, но законы это не меняет. До свидания. Девушка, девушка, подождите. А вы меня, извините, я слышала, как вы с нашей заведующей говорили. Я, кажется, догадалась, о ком идет речь. Да? Я ищу Вику Абрамову, свою сестру. Она попала сюда больше десяти лет назад. Вы помните ее? Ну, конечно, как же. Забудешь эту упрямницу. Я что время к ней очень привязалась. Может быть, вы знаете, где ее найти можно? Да нет, сейчас-то я не знаю, где она. Тем более у нее после детского дома проблемы были. Она даже в колонию попала. В колонию? Ну, не волнуйтесь вы так. Ну, ничего страшного. Это, ну, мелкое воровство. Но голод не тетка. А знаете что? А давайте я вам ее адрес комнаты дам, которую ей государство после детского дома выделило. Да, конечно. Я была бы вам очень благодарна. Это совсем недалеко. Сейчас я вам запишу. Значит, смотрите. Улица Третья Парковая. Ага. Дом один. А квартира 29. Это рядом совсем. Я же вижу, вы же хороший человек. Нашу Викушку-то не обидите. Да что вы. Наоборот, помочь хочу. Спасибо вам огромное. Да это вам всегда так. Мама ждет. А мамку все не идет, да? Ну, пойдем, бедолага. Почему ты не ответила на мой звонок? Прости, не могла говорить. Что это? А вот если бы ты соизволила ответить, то знала бы, что твой муж получил повышение. Но тебя, конечно, из дела поважнее. Да ты что? Я тебя поздравляю. Ну, спасибо, конечно. Леон, ну прости. Но я правда до сих пор в себя не могу прийти после этого детдома. Мне так жалко всех детишек. А мне жалко тебя. Ты себя изводишь. Давай, что ли, съездим куда-нибудь отдохнем? Отличившись от своих переживаний. Не сейчас. Прости. Кто бы сомневался. Ладно. Так. Спасибо большое. Хорошо. Леньку, у тебя такой счастливый. Не, молодец, он дослужил. Наконец-то разглядели, на что он способен. Ты что, я так рада за него. Да и за себя порадуйся. Ну, круто же. Зарплату добавят. Смотрите, больше себе позволить. Ну, это да. Я как раз тут собиралась сдавать нашу квартиру. Мы все равно в родительской живем. Ну, теперь, наверное, не будем. Так, ну и правильно. В конце концов, не будет же. Подожди. Что? Твоя мама с вами вечно жить. Не думаю, что Лене это понравится. И вообще, какая бы ни была чёща, жить нужно своей семьей. Ну, это естественно. Ей же нужно время прийти в себя. Мы торопить ее не будем. Ну, понятное дело. Здравствуйте. Извините, а не могли бы администратора позвать? А вам зачем? Я хотела бы узнать, не нужны ли работники? Нет, девушка, нам никто не нужен. Спасибо. 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Извини, Олесь. Извини. Ради бога, извини. Да ничего страшного. Ничего страшного. Классный костюм. И очень соответствует образу начальника. Да уж. Жаль моей жене плевать на мой костюм и на моё повышение. Знаешь, даже поздравила меня как-то так, только из чувства долга. Здравствуйте. Слушай, ну её можно понять. У неё сейчас непростой период. Она мне всё рассказала. А про свою сестру и про свою безумную идею Фикс тоже рассказывала? Да уж, я тебе не завидую. Появится в вашей семье новый человек со своим укладом. Кто его знает, чем это может обернуться? Сопухолись, не сыпь ты мне соль на рану. И так всё накатилось. Этим переездом с тёхей, которая не собирается уезжать. Сестра ещё это. Только её не хватало. Нет, ты хоть понимаешь, во что ты нас всех втягиваешь? Это же безумие какое-то. Мне изначально вся эта ситуация не понравилась, но сейчас, когда речь идёт об уголовнице, как ты вообще можешь всерьёз об этом думать? Лёнь, она не уголовница. А, то есть это как-то по-другому сейчас называется? Ну да, хорошо, она сидела. Но за мелкую кражу. Мы же не знаем её жизненных обстоятельств. Может, ей есть было нечего. Мы не имеем права её осуждать. Да я не собираюсь никого ни осуждать, ни оправдывать. Мне вообще, если честно, всё равно. Где она сидела, что украла? Мне такие родственнички не нужны. Ты даже ни разу в жизни её не видел. И увидеть не хочу. Даже ради меня? Лёнь, а я как раз адрес узнала. Завтра хотела поехать. Думала, ты со мной съездишь. Ради тебя? Нет. Ну, Лёнь, ну, нет, с тобой было бы легче. Я в подобном безумии. Участия не принимаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте. Вы сейчас в квартирку не перепутали, дамочка. А Виктория здесь живёт? А, Виктория, проходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ГОРОСТНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, здравьте. Вы ко мне? Да. Я... Меня зовут Люба. Мне Вика очень приятно. Я дочь Аркадия Игнатова. Кого? Это мой папа. И твой... Простите. Ваш папа тоже. Да можно на ты. Я из простых выкать не привыкла. Хорошо. У нас один папа. Получается, что мы сестры. Я поняла, поняла. Первый раз о нем слышу. А с чего такой интерес к моей персоне? Раньше мы ничего не знали о тебе. Папа Аня тоже не знал? Папа умер. Ну, он очень раскаивался и перед самой смертью просил найти тебя. Ага. Вот так. Ну, нашли еще теперь. Я знаю, как сложилось твое детство. Мне очень жаль. Да ты что? Ну, это надо папе сказать спасибо. Впрочем, я его не знала и знать не хочу. У меня просто мама рано умерла, она мне ничего не говорила. И мы забыли о нем так же быстро, как и он о нас. Папа не забыл. Он просил найти тебя и помочь, если ты в чем-то нуждаешься. Серьезно? Совесть заиграла, что ли? Вик. Папа был очень хорошим человеком. Я понимаю, тебе трудно в это поверить. Но правда. Он очень переживал. Хотел как-то загладить вину, но просто не успел. Не успел? Ему 20 лет не хватило? Было бы желание. Скажи, я могу что-то сделать для тебя? А что ты хочешь для меня сделать? Откупиться для очистки совести? Вик. Я правда хочу помочь. Ну, помоги. Вот мне работа нужна. Можешь предложить? Хорошо. Что ты умеешь делать? Я ничего не умею делать. Но учебы времени не было. После детдома попала в колонию. Из колонии вышла, подработкой перебиваюсь. Ну да. Без опыта, конечно, будет немного сложновато. Ну а что, слабо меня с такой анкеткой устроить? Тогда нечего тут. Помочь она пришла. Нет. Нет, Вика, я не отказываюсь. Я постараюсь что-нибудь подыскать. Ну подойди. Сделаю все возможное. Наверное, мне уже пора. Тут моя визитка. Обязательно звони, если вдруг все понадобится. Хорошо? Не стесняйся. Свой номер телефона оставишь? Да без проблем. Понадобятся ценные сотрудники, звони. Обязательно. Обязательно. До свидания. Не только дьявол. Это известие Михаила Анукина. Да, она другая. Но это же не значит, что она плохая. Я вас обязательно познакомлю. Как хочешь, Любонька. Если честно, мне все равно. Только, пожалуйста, ты будь с ней помягче. А то ей и так любви и тепла не хватает. Но любви и тепла обещать не могу. Лень. М? Ну ладно, для начала хотя бы не злись на нее. Она-то вообще ни в чем не виновата. Я даже представить не могу, что ей пришлось пережить. Может быть, поэтому она и рисковата. Это ее защитная реакция. Тебе прям надо так всех оправдывать, да? Потому что я понимаю, что моя жизнь сложилась намного лучше. А она вообще одна во всем мире. Нет, ну теперь-то у нее есть ты. Готовая окружить ее вниманием и заботой. Девочке несказанно повезло. Она поймала свою удачу за хвост. Вот ты ее еще не знаешь, а уже... Можно подумать, ты ее знаешь. Ребят, ну пойдемте ужинать. Мы с Олечкой уже вас ждем. Да, да, да. Хорошо, Екатерина Андреевна. Нет, ну ждать от нее пунктуальности я бы не стал. А зря. Вот и она. Привет, я Вика. Привет. Леонид. Очень приятно. И мне. Прям очень-очень приятно. Леонид. Ну что, я же ничего такого не сказал. Ну что, Вика, может, расскажешь о себе? Извини, что я на ты. Мы все-таки как-никак семья. Нет, нет, там даже лучше. Ну так вот, ну расскажи о себе. Мне уже Люба упомянула о твоей увлекательной истории. Спасибо. Не такая уж она и увлекательная на самом-то деле? Нет, ну это как сказать, понимаешь? Для нас простых смертных тюрьма это все-таки что-то необычное. Что-то типа приключения. Ну такого приключения врагу не пожелаешь. Просто обстоятельства-то разные бывают, там любой может оказаться. Ну сомнительное утверждение, как мне кажется. Ну просто кому-то везет, и у него по жизни все гладко складывается. А может просто преступление не надо совершать, нет? Когда тебе жрать нечего, ты об этом особо не думаешь. Ага. Леонид, прошу, тебе хватит? Ну это что, у нас все в порядке. Просто у нас такой стиль общения, да? У нас еще хорошие будут отношения, как у брата и сестры. Я очень на это надеюсь. А пока, Лень, я бы хотела показать Вике, как мы живем. Как папа жил. Нет, ну если это нужно, конечно. Нужно. Только, Вик, у меня будет к тебе одна просьба. Пожалуйста, не говори маме, кто ты, а то она это ее убьет. Ну конечно, я понимаю. Но мы не должны встретиться. Она как раз пошла Олю забирать из садика. Они еще погуляют по дороге. А я пока тебе все покажу. Ну что, чайку? Проходи, проходи. Вот значит, как вы живете, да? Ну, тут папа с мамой живут. Я здесь родилась и выросла. Ясно. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Садись. Вот, смотри. Это папа. Молодой еще. Когда они только с мамой познакомились. Давненько это было, я так понимаю. Ну да, они всю жизнь вместе прожили. Верности и согласия. Как выяснилось. Все люди совершают ошибки. Ну спасибо. Ой. Прости. У нас гости, да? Леха, почему ты не предупредила? Я бы что-то приготовила бы. Я ненадолго зашла. Просто вы же с Оленькой в парке были. Ну, я не стала тебя беспокоить. Ну, что-то там похолодало. Ветер поднялся, он нос холодный. Как бы не простудился ребенок. Мам, это Вика. Моя подруга. Здравствуйте. Ну, очень приятно. Ну, будьте как дома. Привет, я Оля. Привет, Оля. Я Вика. А это Кристина. Привет, Кристина. Такая красивая кукла у тебя. У нее платье такое модное. Прямо как у тебя, да? Хочешь, я покажу тебе еще игрушки? Можно. Можно, только попозже. Давайте-ка сейчас чайку попьем. Давай, иди, руки мой. Сейчас быстренько что-нибудь приготовлю. Мы голодные, вы с нами поедите. Не надо, пожалуйста, я ухожу уже сейчас. Ну, еще чего. Что же мы, негостеприимные, что ли? Сейчас быстренько. Люба, я вообще тебя не узнаю. Ну, давай, помогай. Да. Проходи, проходи, Вика. Так, Любанька, можешь до тебя? Уж туда игралась. Леонид, я начинаю только. А это здесь при чем? Иди, разгребай свое вранье. Только смотри за ней в оба кого. И тут что, не приглянулась? Прошу вас. Спасибо большое. Помидорку будешь? Нет, спасибо. Надо же, Любаш, думала, всех твоих подруг знают. А Вику никогда не видела. А мы недавно подружились, мам. А, понятно. Кушай, давай, кушай. На работе, наверное, да, познакомились? Да. Виктор, вы не стесняетесь. Слушайте, я хочу похвастаться. Вот попробуйте соленье, домашнее, и сама солью. Очень вкусно, спасибо. Если вы любите готовить, я могу дать вам рецепт. Я, честно сказать, не очень умею готовить. Да вы что? Мама готовит. Понятно. Мама, Вика, Сирота. Ой, ради бога, извините, я не знала. Ничего. Ребенок. Что-то ты у меня плохо ешь сегодня. Давай, положи-ка ей салатик. Даже помидорку. Давай, мы нагулялись с тобой. Спасибо тебе еще раз огромное за то, что пригласила за ужин. Мне же пора идти. Ты молодец, что согласилась прийти. Ну вот, папочка. Ты и нашелся. Что? Что это за папочка? Это как понимать? Мам. Что? Я сейчас все объясню. Ну? Тебе говорила, не надо было это все придумывать. Чернобой все раскрылось. Все раскрылось? А что происходит? Я, Люба, я ничего не понимаю. Мам, ты только не нервничала, да? А я не нервничаю. Мам. Что? Вика, моя сестра. Какая сестра? Раз, два, три, четыре, пять. Мам, на, выпей. Станет легче. Давай. А может, врача вызвать? М-м-м. Мне уже лучше. Да? М-м. Я вот сейчас пляшу. Ага. Все пройдет. Давай. Вот так вот. Господи. Люба, ну как мне это пережить? Люба. Мамочка, пожалуйста, ну не нервничай ты так сильно. Прости, пожалуйста. Мне самой папа обо всем рассказал только перед самой смертью. Ну как он мог так со мной поступить? Мам, пожалуйста, не терзайся. Это была минутная слабость. Он очень сожалел об этом. Он любил только тебя. Слышишь? Откуда я теперь могу знать, что это правда? Я же ему так верила. Даже не сомневайся в этом. Угу. Мам, он бросил ребенка из боязни потерять тебя. Знаешь, вот я даже не могла себе такое представить вообще. А вдруг я Аркашу вообще не знала? Мам, ты что? Нет. Папа был таким, каким мы все его знали. Совестливым и честным. Он чувствовал огромную вину перед дочерью. Он хотел как-то ее загладить. Попросил меня об этом. Передо мной он свою вину не чувствовал, нет? Ну ты что? Мам, о тебе он думал прежде всего. Ой, все, я тебя прошу. Все. Что? Все, давай перестанем это все ворошить. Мы это все забудем. Ну, по крайней мере, попытаемся. Мам, я же не могу забыть о последней просьбе отца. Я ему обещала. О, о, вот, моя дорогая, вот, вот такими вот совестливыми, как вы с отцом. И пользуются все остальные. Ой. Что? Плохо? Нет. Нет, нет. Просто голова как-то... Мам, прости, пожалуйста. Зря я ее притащу. Ну, а чего ты ждала? Разве не очевидно было, что так все и выйдет? Мне нет. Ну, мне да. А я тебя предупреждал, между прочим. Зато теперь ты должна быть довольна. Познакомилась с сестрицей, исполнила волю покойного отца. Лучше бы о матери живой заботилась. Лень, ну начинай, пожалуйста. Помоги придумать, как все исправить. А, то есть ты эту кашу заварила, а мне, значит, расхлебывай. Можно? Слушайте, я за чашкой чая полчаса стояла. Буфетчица одна, вторая уволилась, ничего не успевает. Вы что, оба не в духе, что ли? Что случилось? Да нет, ничего не случилось. Все в порядке. Я, если честно, не ожидала, что ты придешь после вчерашнего. Я как раз поэтому и решила зайти. Как твоя мама? Я очень испугалась, что вчера плохо стало из-за меня. Ничего. Ей уже лучше. Я не хотела, чтобы так получилось. Про отца как-то само собой вырвалась. Просто, понимаешь, я так долго о нем ничего не знала и представляла себе, какой он. И тут увидела и... Извини. Не переживай. Я понимаю, что ты ненарочно. Но мне правда очень жаль. Ты теперь, наверное, не захочешь со мной общаться после этого, да? Почему? Вика, что сделано, то сделано. Это ничего не меняет. Ты что, серьезно, что ли? Конечно. Я просто привыкла к тому, что я вечно всем мешаю и меня выкидывают из своей жизни по поводу и без. А ты отвыкай. Вот я обещала тебе подобрать работу. Я свое обещание держу. Ты что, мне работу нашла, что ли? Да. Ну, конечно, в твоей ситуации сложно было подобрать что-то более-менее серьезное. Но если тебе все равно, где работать, то нам в столовую нужна буфетчица. Так что, если ты согласна... Да, конечно, я согласна. Добрый вечер. Олечку пораньше уложила, она нагулялась, устала. Хорошо. А Люба где? Ну, где-где. Опять побежала к этой своей Вике. Господи, да что же это такое-то? Девица, это ей уже родная семья стала. Не знаю, она как будто помешалась на ней. Нет, я не понимаю, что между ними общего? Не знаю. И главное, что мы-то ничего о ней не знаем. Да? Надо бы понаблюдать за ней, что ли. Как понаблюдать-то? Сюда ее, что ли, приглашать? Ну, почему бы нет? Нет, Леоня, ни за что. Ни за что. Здесь Оля. Мне тяжело ее видеть. Но все-таки придется нам немного потерпеть. Тогда, может, мы узнаем, что это за человек. А то уже она слишком умело давит на Любину жалость. Ну, не знаю. Может, ты и прав. А? Да, конечно, я прав. Я уже давно ее раскусил. Нам надо с вами все под контролем держать. Тогда мы откроем Любе глаза. Да? Да. Вика? Ты что здесь делаешь? Работаю, как видишь. Шутка, что ли, дурная какая-то? Я в совпадения не верю. Какие совпадения? Меня Люба сюда устроила. Ах, Люба. Надо же. Понятно. А что ты удивляешься? Так бывает в жизни. Знаешь, я ему удивляюсь. Любиной наивности. Мне это абсолютно понятно, что ты ее используешь. Молодец, девчонка. Хорошо устроилась. Удобно. Ну, так у меня вся жизнь одно сплошное удобство. Вы-то с Любой никогда ни в чем не нуждались. У меня, может, в жизни единственный шанс появился. Ну, ясно. Ты же своего не упустишь. Приятного аппетита. Спасибо. Надеюсь, не помешаю? Нет, конечно, присаживайся. Всегда рад приятной компании. Ну, ты что, все? Вот этим наешься? Я фигуру берегу. Ну, фигура у тебя и без того прекрасна. Но она, может, у меня поэтому и прекрасна. Может, красочек? Нет. Ну, пожалуйста. Не согласней. На кусочек. Я буду есть огурец. Для меня? Нет. Алло. Любаша, это мама. Привет. Любочка, я, знаешь, я тут подумала. Ну, в общем, я была не права. Конечно, ты можешь приводить Вику домой. Тем более, что это теперь твоя квартира. И я же вижу, как для тебя это важно. Ну, что ты? Ну, за что ж спасибо? Да, все хорошо, да. Ну, значит, договорились. Спасибо тебе огромное за работу. Я до последнего не верила, что поможет. Да не за что. До свидания. До свидания. Ну, как все прошло-то? Ну, не сильно устала? Да что там сложного-то? Я никакой работы не боюсь. Ну, и молодец. Слушай, ну, если ты никуда не торопишься, может, к нам поедем? М? Поужинаем. К вам домой? Ну, да. После того, что было, я думаю, не стоит. Не переживай, я поговорила с мамой, все в порядке. А кому это надо? Мне. И папа бы очень хотел этого. Ну, ты знаешь, что желанием этого человека я не особо дрожу. Вика, я прекрасно понимаю тебя. Может, все-таки попробуешь простить его? Нет. Как-нибудь обязательно. Но если тебе это действительно важно, то ладно. Ну и отлично. Поехали. Поехали. Пойду маме с ужином помогу. А давай я тоже помогу. Нет, нет, не нужно. У нее там уже почти все готово. Так что сиди, отдыхай. Ну, ладно. Лень, слушай. А что за девушка сегодня с тобой обедает? А тебе-то какое дело? Мне просто показалось, вы так близко общались. Тебе показалось. Олеся друг семьи. Вообще тебя это не касается. И может, и сестре беспокоюсь. Тебя кто-то просит об этом? Пойдем поиграем. А ты научишь меня? Конечно. Пошли. Я пойду уже, наверное, поздно. Да ладно тебе, посиди. Сейчас Люба Олю уложит. Чай допьем, и ты поедешь. Давай еще вот пирожочек. Давай, давай, давай. Ой, спасибо. Ой, я все вспоминаю, как мы раньше здесь у вас сидели. Болтали до самого утра, чай вот так пили. Еще Аркадий Семенович был жив. Как же ему нравились вот такие посиделки наши. Ой, Ленечка, спасибо тебе большое. Я тоже все время вспоминаю. Ой, как же мне не хватает этих наших посиделок. А вот без него уже не так. Да, а я ведь когда сватался, так же, как Аркадий Семенович когда-то, Любе, вместо кольца браслет подарил. Серьезно? Очень необычно. А я... Спит. Спит. Я Вике рассказывал, как я тебе браслет подарил. Да, вот. Все время ношу, почти не снимаю. Ой, так красиво. Ну, выбирала, старалась. Екатерина Адриевна, вы свой-то покажите. Ну, покажите, ну, чего? Ну, правда, мам. Перестаньте. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. А я все время думал, как же предложение сделать, чтобы не отказала. Колец пересмотрел, кучу. И вдруг вспоминаю, как когда-то Аркадий Семенович рассказывал, как он делал предложение. Ну, все-таки как-то неординарно, да? Необычно. Так и сделал. Я тогда от счастья чуть не расплакалась. Ну, действительно, такая романтика. Да. Выходи, говорю, замуж за меня. Руку и сердце прилагаю. Ну, это такая традиция семейная, да? Ничего не понимаю. Он все время был у меня здесь в шкатулке, а сейчас его здесь нет. Ну, как нет? Ну, вы хорошо посмотрели? Ну, конечно. Ну, куда он мог деться в доме? Мама, ну, я просто куда-нибудь положила и забыла. Люба, я пока еще в своем уме и в светлой памяти. Такого бы я не забыла. Ну, мам, ну, куда он денется? Найдет? Ну, конечно, найдется. Посторонних-то дома не бывает. Подождите, вы что, меня подозреваете? Понятно? Вик, Вик, ты что? Пожалуйста. Да нет, никто тебя не подозревает. Я покажу, посмотрите. Вот, смотрите. Ничего нет. Нет, Вика, я вовсе не хотела тебя обидеть. Угу. Вик, ну... Я все поняла. Вик. Вика, я тебя прошу, не надо так реагировать. А как мне надо реагировать? Я бы посмотрела на тебя, если бы с тобой так обращались. Пасур, тебя никто не хотел обидеть. Да не надо мне, мне не привыкать уже. Я здесь чужой человек, я это прекрасно понимаю. Ну, прекрати глупости говорить. Вик. Опа. Вик, ты что? Я это впервые вижу. Мне-то подбросили. Да кому ты нужна, зачем? Ну, кому, кому, кому тут из нас денежки-то нужны? Это вам нужно, чтобы от меня избавиться. Да ты постыдилась бы. Тебе тут со всей душой, а ты... Господи, как это противно. Весь этот фарс с этим рюкзачком, ну зачем? Это понятно, чтобы подозрения отвести. Обвиняйте меня сколько хотите, мне плевать уже. Я впервые в жизни людям поверила. А вы оказались такие же, как и все. Люба. Ну вот я не зря, я же говорила. Я предупреждала, держись подальше от этой девицы. Я надеюсь, сейчас ты поймешь, как я была права. Боже мой, это же... Это... Ну вот, удача нам улыбнулась. Какая же тут удача. Я до сих пор в себя прийти не могу. Вы слишком впечатлительны. Нет, ты же, это же наглость-то какая. О чем эта девчонка вообще думала? Предполагала, что ей вот так вот сойдет с рук? Да она ничего не украла. Неужели не догадались? Что? Как? Я не поняла. Подождите. Мы же с вами договорились. Мы договорились избавиться от этой Вики. Что я и сделал. Я поверить... Я поверить не могу, это... Ты подложил ей браслет? Я правильно поняла? Это как же ты мог? Как можно делать такие вещи? Подождите. И что тут такого? Полицию мы не вызвали. В тюрьму ее не посадили. Она не пострадала. А самое главное, что они с Любой теперь общаться не будут. Все. Мы не об этом договаривались. Признаю. Я хотела помочь Любе понять, что из себя представляет Вика. Но не таким низким способом. Мы должны все, Любея. Подождите, подождите. Ну пусть обманом. Но главное, мы избавились от Вики. Ну что, вы хотите все испортить? Я хочу все исправить. Люба, ты можешь выйти? Надо поговорить. Мам, давай в другой раз. Я сейчас вообще не хочу ни о чем разговаривать. Вика ни в чем не виновата. Это Леня все сделал. Как? Вот так? Леня, ты что, правда? Ты подкинул его? Люба, послушай, я хотел как лучше. Какой кошмар. Зачем? Послушай меня и постарайся понять. Я прошу. Нет. Кому ты звонишь? Вики, естественно. Поверь, мне оставь все так, как есть. Ну? Не надо на меня так смотреть. Она права? Ну? Да. Так. Я прошу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тук-тук-тук. Привет. Привет. Принесла тебе утренний кофе. Покрепче, как ты любишь. Спасибо тебе огромное. Как нельзя, кстати. Я всю ночь не спал, дома кофе не выпил. Вот теперь, видишь, весь день разбитый. Ну, я рада что угадала. М-м-м. Как вкусно. Ну, хоть кто-то заботится обо мне. Ну, скажешь тоже. А как же жена? Ну, а что жена? Жена вот теперь смотрит на меня. Как Мегера. Ты чем ей не угодил? Так, понимаешь, хотел как лучше. Получилось, как всегда. Я хотел отвадить от нее так называемую сестру Вику. Ну? Значит, рассказал тече свой план. А она возьми и расскажи все Любе. Ну, вот теперь она и бесится. Зачем ты тече-то проболтался? Ай, да черт его знает, она тоже ее терпеть не может. Ну, ты же хотел от нее избавиться. Если, пожалуйста, она у нас такая честная. Слушай, может, ты поговоришь с Любой? Лень, ну, ты же знаешь, я всегда готова тебя понять и поддержать. Ну, какой смысл мне с ней разговаривать? Да не переживай ты так. Я правда не вижу повода для беспокойства. Твоя любящая жилушка сама тебя простит. Вот увидишь. Ну, не знаю, не знаю. Вика, нам нужно поговорить. Не переживай, я до работы до конца месяца. Может, даже уйду раньше, с другой работы найду. И ты меня больше не увидишь никогда. Ну, зачем ты так? Я знаю, ты ни в чем не виновата. Да что ты знаешь? Когда я тебе говорила, ты не верила. Ну, я просто помыслить не могла, что мой муж на подобное способен. Стоило бы догадаться, что муж... Да, это дело рук Лёни. Прости. Кого простить? Тебя? Или его, может? Это ты им поверила? Девушка, первое, можно? Я дождусь или нет? Куриный или борщ? Куриный. Куриного нет борща. Все, я уже ухожу. Пожалуйста. Благодарю. Борщ? Ну, ты же кого точно не ожидала увидеть, так это вас. Вы что-то хотели? Здравствуй. Я хочу с тобой поговорить. Ой, не надо, вы мне что-то сказать. Дика, послушай, мне само это дается нелегко, поверь. Я хочу перед тобой извиниться за то, что плохо о тебе подумала. Я прошу простить мою семью за то, что причинили тебе много плохого. Вы что, серьезно? Абсолютно. Ну, поверь, правда, я говорю от чистого сердца. Вы придано сейчас извиняетесь? Обалдеть. Субтитры создавал DimaTorzok Алло. Алло. Ну, сколько можно дуться? Неужели ты не понимаешь, что ты сделал? Я сделал все, чтобы оградить нашу семью от ненужных проблем. Это подлость. И я просто в ужасе от того, что ты считаешь это нормальным. В последнее время мы совершенно перестали понимать друг друга. И все из-за этой веки. Она вклинилась в нашу семью, чтобы все испортить. Лень, как легко ты находишь оправдание. И как легко ты обвиняешь во всем других. Что происходит, Лень? Я тебя не узнаю. Раньше ты не был таким. Да я-то каким был, таким и остался. А вот ты изменилась. Нет, я этого так не оставлю. Это Вика меня уже достала. Скоро она начнет претендовать на наследство, а Люба, того и глядя, ее поддержит. Да брось, ты провелищуешь, потому что вы с Любой подсапались. Но как поссорились, так и помиритесь. А эта Вика, она вообще не стоит твоих нервов, поверь мне. Что ты собираешься делать? В первую очередь избавиться от этой Вики любой ценой. Да сделай, это в чем проблема? Ты в конце концов начальник, и у тебя есть влияние. Найти к чем придраться не проблема. Думаю, это вполне реально. А ты права. Хорошая идея. Здравствуйте, вызывали? Садитесь. Вы по поводу испытательного срока? Я справляюсь? Я стараюсь очень честно. И вдруг я что-то не так делаю, вы мне говорите, я все исправлю. Ну, просто опыт работы маленький, поэтому я... Вы скрыли от нас тот важный факт из вашей биографии, как судимист? Ну, да, это правда. Но дело в том, что это было очень давно, и я уже давно понесла наказание и раскаялась. Ну, вы же понимаете, что все эти аргументы не имеют никакого значения. Они даже звучат смешно. Я просто пытаюсь объяснить. Ну, а не надо ничего объяснять. Я вас не для этого вызвала, а для того, чтобы уведомить, что вы уволена. Как? А если бы я не скрыл этот факт, вы бы приняли меня на работу? Или это теперь клеймо на всю жизнь? А думать нужно о последствиях, прежде чем что-то делать. Я когда совершала эту ошибку, была еще ребенком. Нужда оттолкнула. А вы что, лучше меня? Сидите тут бездушно, выполняйте чужие приказы. Обозначите время, и мы отправим к вам курьера. Вика, какой сюрприз? Чем обязан? Меня уволили. Что и следовало ожидать. Так это, Мурат, ведь так этого хотел, да? А ты, значит, специально пришла меня порадовать. Не стоило. Мне как-то по барабану. Да ты что? А мне кажется, это ты постарался. Мне для тебя стараться? Да кто ты такая, м? Я тебе открою маленький секрет. Мне на тебя наплевать. А на кого тебе не наплевать? На себя любимого? Или, может быть, на сестру мою? Я б видела, как ты пялишься на эту Олесю. А тебе что? Завидно стало, что ли? Да нет. Я просто тебя насквозь вижу. Провоцируешь меня? Ты что, боишься же ты? Или я тебе не нравлюсь? Угу. Люба. Гатон. Люба. Люба. Я тебе сейчас все объясню. Это не место для выяснения отношений. Люба. Люба. Так что случилось? А тебе лица нет? Ты не поверишь. Ты не поверишь. Я застала Леню с Викой. В смысле? Тебе, наверное, показалось. Я даже себе представить не могу. Я тоже этого не ожидала. Ни от Лени, ни от Вики. Я столько для нее сделала. Ничего себе. И что теперь? Я вообще не знаю. Вот это сюрприз. Знаешь, я не верю, что это Ленина инициатива. Наверняка это Вика сама к нему на шею вешалась. А она могла. Ушлая девчонка. Оказалось, совсем другой. Да это потому, что тебе хотелось, чтобы она была другой. Но ничего. Теперь, когда ее уволили, она исчезнет из своей жизни и все наладится. Поверь мне. Она увидит пингвины. Слушайте, в доме находиться невозможно просто. Так ты не находишься. Мы тебя тут не держим. Урод. Не понял. Что хамишь-то? Что нормальным людям жить не дает? Давай, ты рука осторожней. Ой, гонщица. Ой, мама. Я дома не хотела говорить. Что, с Леней что-то произошло? Ой, если это из-за моего браслета, забудьте об этом. Вы понимаете, это просто как досадную ошибку. И прости ее. Мам, да если бы. Он мне изменяет. Что? С чего ты взяла? Да, я застала его с Викой. С Викой? Да. Я просто даже не знаю, что мне теперь делать. Ну, даже... Это только ты можешь решать. Сначала я думала, все. Не видеть, не слышать, вообще ничего не хочу. Расстаем все. Я тебя понимаю. Конечно же, ты живешь с мужчиной, ты его любишь. Ты веришь ему, ты... А он... Да, люблю. И опять же, Оля... Не спеши. Надо успокоиться и все обдумать. Разрушать легче, чем строить. Да я понимаю. Но как? Ну вот что, мне просто взять и все это забыть? Да нет, ну, конечно, это очень тяжело. Я вот через 20 лет узнала об измене твоего отца, и то мне тяжело. Мам, а если бы ты тогда обо всем узнала, что бы ты сделала? Я рада, что я тогда ничего не узнала. Оля! Оля! Ты все еще здесь? А что, домой не идешь? Рабочный день давно закончился? Я в курсе. О, все так раскидано. Как будто здесь ураган прошелся. Что-то происходило? Ничего не происходило. Просто достало все. Слушай, ты просто устал. Иди домой. А я тут сама все приберу. Да не хочу я никуда идти. Боишься объяснений с женой? Что, Люба уже все рассказала? Ну да. Лень, я тебе честно признаюсь, с поведением Любы в последнее время я даже могу тебя понять. Но Вика, что ты в ней нашел? Да не было у меня ничего с этой Викой. Но Люба говорит, что она со своими глазами все видела. Да дурацкая ситуация получилась. Это Вика хотела меня подставить, и у нее получилось. А Люба неправильно все поняла. Ну, я так и подумала, что Люба все преувеличила. Ну, я так иRY. Ну, я так и у тебя... Ну, я так и у нее... Хорошо. А я тебя предупреждал насчет Вики. Она просто завидует тебе и хочет за все отыграться. За свое детство непутевое, за то, что отец их бросил. Вот, нашла способ. Хорошо. Может быть, ты и был прав насчет нее, как бы это грустно ни было. Я прав, Люба. Но ты... Как ты-то мог? Как я мог что? Лень, я своими глазами видела, как вы... Люба, послушай. Ты неправильно все поняла. Знаешь ли, это очень трудно было понять как-то иначе. Люба, у Олечки температура. Добрый день, я по поводу объявления. А вы уже нашли? Извините. Здравствуйте, я по поводу работы. Ага. Ну, опыта у меня особого нет. Я подрабатывала, а постоянного места работы не было. Нет, но я быстро учусь. Ну, вы зря так думаете, я очень быстро схватываю. Алло. Алло. Как Оля, температура спала? Да. Вот, уснула. Возьмите. Пожалуйста. Возьмите. Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Лев, давай сходим куда-нибудь. Нам надо спокойно поговорить. Я никуда не пойду, Оленька болеет. Сходите. Сходите, развейтесь. Олечке получше. Я с ней посижу. Хорошо, пойдем. Любонька, ты же знаешь, что я тебя люблю. Так же, как и раньше. Как когда-то мы с тобой встретились, поженились. Для меня с тех пор ничего не изменилось. Разве? Да, любимая, ничего. А как же Вика? Любонька, я же говорю, между нами ничего не было. Олень, я собственными глазами видела. Милая, давай не будем поддаваться на провокации твоей сестры. Она хотела нас с тобой поссорить. Она специально бросилась мне на шею, потому что знала, что ты увидишь. Почему я должна тебе верить? Да потому что ты знаешь меня. Потому что мы вместе уже десять лет. Разве этого недостаточно? Неужели ты позволишь какой-то самозванке взять все и перечеркнуть? Мне бы очень этого не хотелось, Лень. Ну, просто я... Люба, поверь мне. Ради нас, ради нашей любви. Ради воли, в конце концов. Лень, сначала ты подбрасываешь Вике маминь браслет. А потом ты с ней целуешься. Я просто не знаю, как это все забыть. Пожалуйста. Ради нашей любви, ради нас. Ради нашей семьи, пожалуйста. Ради нашей любви, ради нас. Ради нашей любви, ради нас. Ради нашей любви, ради нас. О, Ленька. Все. Потом дорисуешь. Ты же хочешь на даче поехать? Можно я кукол с собой возьму? Можно. Только беги тогда скорее их собирать. Все. Я готова. Ага. Только Лень что-то никак не едет. Позвони ему. Может, что-то срочное. А, ну да. Лень, ну ты где? Еще на работе. Как еще на работе? Ну, тут проект с Олесей обсуждаем. Не успеваю. Да, езжайте без меня. Я завтра с утра подъеду. Ну, мы же договаривались. Ну, прости, милая, я не рассчитал по времени. Да, ну все, пока. Ну что, говорит, чтоб мы без него ехали. Он задерживается. Нет, ну давайте тогда завтра уже все вместе поедем. Нет, мам, мы готовы. Поедем сегодня. Выяснимся на свежем воздухе. Оля, ты готова? Да. Все, поехали. Все, побежали. Давай. Давай, кыши. Что Люба хотела? Да мы на дачу собрались. Спрашивала, где я. Ты поезжай, если нужно. Нет, 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 это не критично. Давай-ка мы с тобой лучше проект добьем. Хотя ты знаешь что? Не мешало бы нам с тобой кофейку выпить и перекусить что-нибудь для перезарядки мозга. Отличная идея. Я тоже проголодалась. Я за кофе. А я пиццу закажу. Угу. Ну как у вас с Леней? Нормально. Хотя, конечно, после всего, что произошло, ощущение такое, что как будто что-то сломалось. Вроде все хорошо, но не так, как раньше. Дожди, все наладится. Нужно время. Может быть. Во всяком случае, мы оба стараемся все исправить. Я рада, что ты решила сохранить семью. Прошлое останется в прошлом. Нужно думать о будущем. Он ребенка на ноги поднимет. Ой. Даже домой не тянет. Всю ночь бы так работала. Да ты трудоголик. Я? Да. Так таким боссом, как ты, любовь станет трудоголиком. Только перекусить не мешало бы. Я час опять проголодалась. Можно пиццу доесть, например. Да, еще бы бокальчик вина для полного счастья. Кстати, интересная мысль. Мне она, пожалуй, нравится. М-м-м. Да. Так, может, заскочим куда-нибудь после работы, посидим? Зачем откладывать? У меня здесь все есть. О-о-о. Так. Ух ты! Красиво жить не запретишь. Так, объявляется небольшой перерыв для восстановления сил сотрудников. Прошу. О. Так. Так. Да? В каком смысле? В какую больницу? Да, хорошо. Еду. мы в аварию попали. Надо срочно ехать, молись. Девушка, к вам недавно поступила семья после автомобильной аварии. Две женщины и ребенок. Как они? Так, да, час назад их привезли. Но у меня, к сожалению, нет информации об их состоянии. Вам нужно поговорить с дежурным врачом. Где врач? А вот он как раз идет. Семен Борисович! Да-да. Тут как раз спрашивают о пострадавших в аварии. Здравствуйте. Доктор, как они? А вы им кем приходите? Я муж и отец. Ну, с девочкой все нормально, только пара ушибов и испуг. Только ушибы, больше ничего. Да-да-да, вы можете ее забрать домой. Жена. Как жена? Ну, состояние вашей жены тяжелое. Сейчас трудно что-либо сказать. А кем приходится вам пожилая женщина? Теща моя. Что с ней? К сожалению, у нее травмы были несовместимы с жизнью. Мы не смогли ее спасти. Мне очень жаль. Как? А Любу, жену мою я могу увидеть? Да-да-да, конечно. Только ненадолго, ей нужен покой. Хорошо, я понял, доктор. Ты пока останься. С Олей я навещу Любу. Да, вот эта палата. Спасибо. Ты как? Лень, что с Олей? С Олечкой все в порядке, я сейчас заберу ее домой. Ой, слава богу. Сильно испугалась, да? Ну, испугалась, конечно. Но все хорошо, а дело с легкими ушибами. Слава богу. Мама, как мама? Екатерина Андреевна ее. Что? Ее не удалось спасти. Мама. Тише, милая. Мамочка. Так, вам сейчас нельзя волноваться. Я укольчик успокоительного сделаю. Как же это, Лень? Успокойся, слушай. Она же говорила, завтра поехать. Что ж я ее не послушала? Послушай, Люба, сейчас слезами горю не поможешь. Успокойся. Вы поспите, сон лечит. Я сейчас подвезу Оленьку домой. Она очень испугалась, ей надо отдохнуть. Я завтра к тебе приеду, хорошо? Ты держись, милая, держись. А где мама с бабушкой? Оль, я не знаю. Надо у доктора спросить. Оль, доктор сейчас занят. Нужно немного подождать. Папа придет и все тебе расскажет, хорошо? А куда он ушел? Когда придет? Ну, откуда я знаю? Наверное, скоро. Я к маме с папой хочу. Сколько можно капризничать? И сказал тебе, подожди. Дождемся папу и поедем домой. Да, Оля, ты можешь хотя бы минуту посидеть спокойно? Вон и папа идет. Наконец-то. Папа, чай! Девочка Мэн, ну привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Испугалась сильно? Ну, ничего, сейчас домой поедем. Что? Поехали. Ну, поехали. Оля, наконец-то уснула. Устала, бедняшка. Она еще и напугалась сильно. Ничего. Главное, что жива-здорова. Выспится и завтра будет бегать и прыгать, как ни в чем не бывало. Олесь, спасибо тебе. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Ты же знаешь, ради тебя я на многое способна. Как Люба. Я не стала тебя при малышке спрашивать. Состояние тяжелое. Врачи пока прогнозов не делают. Ну, будем надеяться, что все обойдется. И она скоро поправится. Надо было мне с ними ехать. Простить себя не могу. Лень, ну, что бы изменилось? Да если бы я был за рулем, этого могло бы и не случиться. Никто не знает, что могло бы быть. Хорошо, что ты не поехал. Я не знаю, как бы я пережила, если бы с тобой что-нибудь произошло. Ладно. День был тяжелый. Тебе отдохнуть надо, да и... У меня домой пора. Ты извини, что не провожаю. Прости. Да ничего. Ну, ты устал. И Оленьку одну не оставишь. Я все понимаю. Спасибо тебе. Ты очень заботливая. Хорошо, что ты у нас есть. У тебя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok А вам идет. Что, я не хотел вас напугать? Я просто о своем задумалась, не ожидала. О чем? А, давайте я угадаю. У вас предполагается какое-то важное мероприятие, вы подыскиваете в чем туда пойти? Нет. Я просто свободный художник вдохновение искала. Какое совпадение. А я архитектор. Выходит, мы с вами творческие личности. И мы можем помочь друг другу найти вдохновение. Как вы думаете? Ну, может быть. Я Вадим. Любовь. Любовь. Какое красивое имя, Любовь. А давайте с вами куда-нибудь пойдем кофе попьем. Вы любите кофе? Люблю. Пойдемте. Пойдемте. Ну что, Семен Борисович? Ну что, опасность миновала. Теперь нужно потихоньку восстанавливаться. Но это уже в домашних условиях. Выпишем вас сегодня вечером, так что можете звонить мужу, чтобы он приезжал и забирал вас. Ну, хорошо. Но просто я не чувствую себя здоровой. Ну, это вполне естественно, моя дорогая. Вам предстоит непростое длительное лечение. Это пока все, что я могу вам сказать определенно. Ну, я же восстановлюсь потом. Полностью. Ну, возможно, это займет много времени и сил. Терпение вам и вашим близким потребуется немало. Но думаю, что это вполне возможно. По крайней мере, никогда нельзя опускать руки. Это точно. Подождите. Да. Вы что-то не договариваете? Скажите мне все как есть. Дело в том, что сейчас под вопросом, сможете ли вы вообще ходить. Пожалуйста. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет. Зря отказываете. Здесь очень вкусные десерты. Термису, захер. Рекомендую попробовать. Вы знаете, я не особо люблю сладкое. К тому же не голодна. Зря. Любовь, а как вы относитесь к классической музыке? Я сегодня вечером собираюсь на концерт. Может быть, составите мне компанию? Вы знаете, на сегодняшний вечер у меня уже были планы. Поэтому в другой раз. Как скажете, значит, не сегодня. А что вам больше нравится? Кино, театр или, может быть, музей? Да я не знаю. В принципе, я все люблю. Поэтому в этой ситуации готова положиться на ваш выбор. Договорились. Я очень рад. Смотрите, какой чудесный букет вам принесли. Нравится? Да, красиво. Ой, а тут записка. Причитайте сами, пожалуйста. Хорошо. С пожеланиями скорейшего выздоровления от Олеси. Как же приятно, когда подруги поддерживают. Давайте я помогу вам вещи уложить, пока вы будете бумаги по выписке ждать. Хорошо? Если вам не сложно. Ну что вы так безрадостно? Скоро дома будете. А там ведь и стены лечат. Вы обязательно поправитесь. Главное ведь что? Не сдаваться. Оля. Оленька. Мамочка! Я соскучилась. Я-то как соскучилась. Спасибо вам, что с ребенком посидели. Ну ничего сложного. Спасибо. Всего вам хорошего. Обращайтесь. Да, нам ваша помощь еще понадобится. До свидания. До свидания, моя хорошая. Мамочка, какая у тебя классная машинка. Ты же меня на ней покатаешь, правда? Покатаю. Покатаю. Вот, вот этот. А, вот сюда, да? Да. Покатаю. 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 Да вот прям. Спасибо, что подвез. Да не за что. Может быть, позовешь на чашечку чая? А, слушай, я, если честно, очень устала сегодня. Хотелось бы отдохнуть. Не обижайся, ладно? Понимаю, понимаю. Может, в следующий раз в театр или кино сходим? Да, можно. Ну, прекрасно. Тогда созвонимся? Да. Пока. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оль, давай ручку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лёнь, привет. Ты как? У нас всё хорошо. Олечка спит уже. Я вкусный ужин приготовила. Ну, соседка помогла. Как? Без тебя ужинать? Почему? Будешь поздно. Ну, конечно, да, я понимаю. Пока. Знала бы ты, как я сейчас сквер на себе чувствую. Жизнь доска и беспросвет. Ну что ж так пессимистично-то? Ну, а как? Я живу прикованной к жене, а жена к инвалидному креслу. Чудесно, не правда ли? И перспективы какие-то непонятные. Врачи толком ничего сказать не могут. То ли поправится, то ли... Навсегда останется инвалидом. Надеюсь на лучшее. Это всё, что я тебе могу сказать. Легко тебе говорить. Терпения у меня не хватает, понимаешь? Я хочу хоть... Хоть немного отвлечься. Хоть что-то. Делами своими заняться, что ли. Не знаю. Конечно, Лёнь. Ни один человек не выдержит такого напряжения. Люба этого не понимает. Всё время хочет рядом с собой держать. Да уж. Вряд ли можно придумать что-то хуже. Тебе просто необходимо сменить обстановку. Ну, хотя бы немного расслабиться. Поехали ко мне? Поехали. А что это за сюрприз? Для самой красивой и желанной. А ты сказал уже, Люба? Нет. Мы практически с ней не виделись. Я поздно пришёл, она спала и уходил с утра рано. Она тоже спала и... Свящая красавица. Олесь... Ну, ты чего? Всё нормально. Да, конечно. Просто я считаю, что ты должен мне ей сказать. Так будет правильно. Скрывать наши чувства, ну, честно, по отношению к нам обеим. Ты права, я обязательно это сделаю, только не сейчас. Ну, ты же сама всё понимаешь. Ну, разумеется, понимаю. Только ты не откладывай надолго этот разговор. Уж постарайся как-нибудь найти возможность. Хорошо, конечно. Я... Я сделаю это при первом же удобном случае. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так зачем вы звонили-то, Люба? Помощь какая-то нужна. Да, вы бы не могли с Оленькой посидеть. Мне в поликлинику нужно съездить. Ой, я даже не знаю. Ну, а сколько это займёт времени? Вы не подумайте, это не безвозмездно. Я заплачу. Да? Ну, конечно, мне не сложно. Я так люблю вашу девочку. Оля! Ну, сами же знаете. Спасибо вам огромное. Ой, так как же вы поедете? Муж-муж дождаться. Ой, да у него сейчас столько работы. Ну, вы не волнуйтесь, я вызвала такси и договорилась, чтобы мне помогли. Ну, а там у поликлиники тоже, я думаю, помогут. Ну, смотрите-ся. Оля! 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 Тихо, 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 тихо. Спасибо. Да не за что. Ну, девушка, в следующий раз как-нибудь поаккуратнее. Мне в поликлинику надо. Так а мне туда же. Так что нам по пути? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Аккуратней. Так. Вот. Ну, ладно, спасибо. Дальше я сама. Да нет уж, давайте до кабинета довезу. И кто у вас лечащий врач? Золотов Алексей Иванович. Здравствуйте, Алексей Иванович. Добрый день. А фамилия ваша случайно не Золотов? Ну, да. Ивя сказал, что нам по пути. Давайте, рассказывайте, что с вами случилось. Я в аварию попала, и теперь... Держите. Вы успокойтесь. Спасибо. Я немного раньше приехала. У меня через полчаса рентген. Угу. Мне очень нужно встать на ноги, понимаете? А врачи сомневаются. А вы? Если есть сомнения, значит, есть надежда. Логично. Если вы не против, я готов прямо сейчас с вами заняться. Я была бы рада. Обещаю, сделаю все возможное. Если есть хоть один шанс на выздоровление, вы будете ходить. Ну, что, готовы? Угу. Ну, замечательно. Мне передали, что ты просил зайти? Да. Я хотел пригласить тебя сегодня куда-нибудь вечером. Сегодня я занята. А что такое? Что случилось? Ты не в духе? А как ты думаешь? Ну, не говори загадками. Хорошо. Да, у меня действительно нет настроения. И я расстроена из-за тебя. Так. Что случилось? Я что-то сделал не так? Лучше спроси, чего ты не сделал. Понятно. Значит, ты из-за Любы. Надо же, какой ты догадливый. Ну, не обижайся ты. Ну, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Предполагается, что я должна тебе поверить? А зачем играть в видимость семьи и оставаться рядом с ней, если ты ее не любишь? Лень, кого ты обманываешь? Меня или ее? Да никого я не обманываю. Ну, не могу я сейчас ее бросить. Не могу. Угу. Ты же сама знаешь, в каком она сейчас положении. К тому же у нас ребенок маленький. Ну, может быть, потом, когда ей станет получше. А если она никогда не сможет ходить? И ее непростой период затянется до старости? Или, может быть, подождем, пока ваш ребенок вырастет? Знаешь, меня такой вариант не устраивает. Олеся, подожди. Определись уже. Или Люба, или я. Представляешь, я случайно познакомилась с одним врачом, и оказывается, это как раз его профиль. Так вот, он сказал, что если есть хоть малейшая надежда, он обязательно поставит меня на ноги. Я рада тебя. За меня? За нас, Лень. Помоги. Ой, понимаешь, у нас все будет, как раньше. Села? Ага. Как раньше уже не будет. Почему? Ой, Лень, ты даже себе представить не можешь, как я мечтаю снова поиграть с Оленькой. Погулять по нашему парку любимому. А может быть, мы вместе поедем куда-нибудь? Помнишь? Как в прошлый раз. На море. М? Что-то ты увлеклась воспоминаниями. А, прости, ты же с работы. Наверное, голодный, да? Давай, я тебя покрою. Нет, нет, нет. Я не хочу есть, я не голоден. Да? Жалко. Я так старалась. Лёва, я ухожу. Куда? Ну, вернешься ты скоро? Ты не поняла. Я ухожу от тебя. Да. Нет, подожди, это... Это, наверное, шутка. Это я говорю абсолютно серьезно. Я... Я... Я встретил... Вернее, я не встретил, я... Я понял. Короче говоря, я... Я ухожу к Олесе. К Олесе? Нет, подожди, это невозможно. Возможно. Мы... Идем друг к другу. Она моя подруга, а вы... Я не хочу больше это обсуждать. Все. Решение уже принято. Я... Я перееду в нашу старую квартиру, а ты останешься здесь. Давай мы расстанемся, как цивилизованные люди. Подожди, а что же со мной будет? Мне жаль. Оль, я... Я все равно ничем не могу помочь. Ты же сказала, что ты встретила врача, и он поставит тебя на ноги. И ты справишься. Ты сильный, у тебя все будет хорошо. Ольга, ты хотя бы о боли подумал? Я не брошу Олю. Не брошу. Давай мы не будем сейчас говорить, перестанем... Этот разговор, он труден для нас обоих. Я завтра соберу вещи и уеду. Сейчас, извини, я пойду спать, хорошо? Извини. Ты звал? Да, проходи скорее, я ждал тебя. У меня для тебя новость. Ну, плохая или хорошая? Отличная. Да что ты, какая же? Я сделал свой выбор, я все сказал жене. Я свободен теперь. Слушай, это... Это действительно потрясающая новость. Я тебя поздравляю. Поздравляй, Маша. Знаешь, нужно взять человека на место Любы. А то работа копится, а я одна не справляюсь. Ну, надоело мне уже за двоих-то отдуваться. Подожди, подожди, подожди. А как же Люба? Как она? Ей же... Ей тяжело сейчас будет без работы. Ну, она все равно в таком состоянии работать не может. А когда поправится, ну, если поправится, заново устроится? Логично. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто звонил? Да так, подружка одна. Вечно плачет по поводу своего парня. Да встал уже. Угу. Понятно. Ну что, готовы результаты обследования? Что там? В ваших ногах осталась чувствительность. Это очень хорошо. Да. Будем делать процедуры, массаж. Я пока не хочу вас обнадеживать. Это процесс длительный, непростой. Ну, пока все складывается благоприятно. Спасибо. Ну, пока не за что. Вы должны понять. Очень многое зависит от вас. Нужно постараться. Я готова. Твой традиционный утренний кофе. Спасибо, моя любимая женщина. А когда ты оформишь развод? Я сейчас говорил со своим адвокатом. Я хочу, чтобы при разводе Ольга осталась со мной. С тобой? Ну, конечно. Люба же не может о ней заботиться. Она не сможет ее обеспечить. Ну, все-таки это ее дочь как-никак. Да и девочке нужна мать. Я, знаешь ли, мачехой как-то не собиралась становиться. У меня с детьми отношения не очень. Особенно с чужими. Оля не чужой ребенок. Она моя дочь. Да понятно. Прости, я просто не так выразилась. Ну, не знаю. Может быть, мы со временем лучше своих заведем? Обязательно заведем. Одно другому не мешает. Олеся, ну перестань дуться. Мне все равно надо заботиться о дочке. Но уж лучше так, чем платить алименты и постоянно думать, как она там с Любой. Не знаю, может, ты прав. Ой. Здравствуйте, Алена Ивановна. Как поживаете? Ой, да ничего. Тихоньку вы-то как? Слышала, вы с Любой разбежались. Ну да. Ничего не скроешь от вас. Ну как же здесь все друг о друге все знают? К дочке пришел. Нет, на самом деле к вам. Ко мне? Ну да, да. Я хотел узнать, как там Люба живет. Справляется ли с Олечкой? Сама-то она, правда, не скажет. А я, если честно, за дочку переживаю. Ну, это, ясно дело, тяжело. Я вот помогаю, как могу. Все полегче. Ну, правильно, правильно чего. Соседи должны помогать друг другу. И Люба, наверное, какую-то копеечку вам подкидывает. Ну, а то как же. Знает же, как мне нелегко живется-то. А у меня сейчас дела в гору пошли. Хотел помочь вам тоже по старой памяти. По-соседски. Правда? Ну да. Я была бы вам так благодарна, Леонид. Ну, просто очень. Ну, вот и договорились. Я вам помогу, а вы мне поможете. Можете на меня рассчитывать. Что делать-то надо? Если честно, я хочу забрать дочку к себе. Ей у меня будет лучше. Сама Люба не отдаст. Поэтому нужно, чтобы компетентные люди пришли и проверили, в каких условиях растет Олечка. А для этого нужно, чтобы вы написали заявление в опеку. Напишите. Ну, конечно, тяжело написать-то. Хорошему-то человеку помочь только в радость. Рекомендаций, значит, у вас никаких нет, да? Нет. А опыт работы? А опыт работы есть. Я работала в буфете одной крупной компании. Ну, отлично. Мы же не можем брать людей с улицы. Ну, правильно? Ну, конечно. Вот. А долго там работали? На самом деле, не очень долго. Ну, просто так получилось. Это обстоятельства. Не связанные с работой, просто личные. А, я понял, понял. Ну, спасибо, что пришли к нам. Мы с вами обязательно свяжемся. Алло, Вадим, привет. Да нормально все у тебя, как? Сегодня, часа, через два? Да, давай, с удовольствием. До встречи. Ты такой довольный. На тебя приятно посмотреть. Да, я счастлив, мам. Полагаю, дело в девушке. Я угадала? Ага. От тебя просто невозможно ничего скрыть. Ах, молодость, молодость. Любовь, романтика. Прекрасная пора. Ты меня познакомишь? Обязательно. Да, я с удовольствием. Поехали! Кто ты? На! Прям как в детстве! Ну да, возможно. Что-то не то сказал? Нет, нет, все нормально, не переживай. Хорошо. Ты мне тогда говори, чтоб я в будущем знал, как бы тебя не расстроить. Какие мы заботливые, внимательные. Как реагировать, когда-то прям не знаю. Он прям захвалил меня. Я хочу пригласить тебя домой, в гости. Мои родители просто жаждут с тобой познакомиться. Ну, мне кажется, это не очень хорошая идея. Ну, это абсолютно нормально. Я как-то не готова даже. Они тебя не съедят. Пойдем. Здравствуйте. Вы к нам? К вам, к вам. Мы из отдела опеки и попечительства. А в чем дело? Вы знаете, к нам поступают жалобы на вас, Любовь Аркадьевна. Жалобы? От кого? От соседей. Ничего не понимаю. Вы воспитываете ребенка и несете за него ответственность. Неравнодушные люди волнуются о девочке. Вот мы и пришли с инспекции условий, в которых воспитывается ваша дочь. Да у нас все нормально. К сожалению, у органов опеки нет такой уверенности. К нам поступило заявление, и мы обязаны проверить указанные в нем факты. Подождите. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец. А теперь спать. Мамочка, а зачем эти тетеньки приходили? Зачем они все расспрашивали? Они просто переживают, все ли у нас в порядке. Понятно. Давай, засыпай, моя хорошая. Спокойной ночи. Смотри. А вы с родителями живете, Любовь? Нет одна. А где же ваши родители? Далеко. То есть вы их редко видите? Да, очень. Понятно. А чем вы занимаетесь? Вадик говорил, что вы свободный художник. А что именно вы делаете? Разные вещи делаю. Но там дизайном одежды занимаюсь, придумываю всякие новые модели. Потом шлюх. Как интересно. Может быть, расскажете поподробнее? Мам, ну что прям как на допросе. Дай человеку нормально поесть. Мы просто общаемся. Разве нет? Да, конечно. Очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любовь Морозов? Да. Вам поезд. Разпишись получения. Лень, я получила повестку в суд. Что это значит? Я Олю тебе не отдам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зря я согласилась. Знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да брось. Просто моя мама, она очень сложный человек. Ей не понравилось. Да она просто плохо тебя знает. И вряд ли захочет узнать получше. Да нет, все будет хорошо. Просто дай им немного времени. Они обязательно тебя поймут и примут. Очень сомневаюсь. В любом случае, ты мне очень дорога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта девица совсем не та, за кого себя выдает. Хм? Охмурила нашего сына? А он верит всем ее россказням. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Но ты-то хоть будь объективен. И где он ее только откопал? Что он в ней такого нашел? Сразу же видно, что она не нашего круга. И одевается она с барахолки. Дизайном она занимается, а? А разговор поддержать не умеет. Что между ними может быть общего? Ань, ты уж слишком к ней предвзята. Молоденькая еще совсем. Перенервничала, вот и отвечала нескладно. А ты уж теории заговоров понастроила. Саш, я в людях не ошибаюсь. Но если вы мне свадикам не доверяете, я сама разберусь в данной ситуации. Я выведу эту девчонку на чистую воду. Вот увидишь. Принимая во внимание частичную недееспособность матери, по причине которой она не может обеспечить ребенку соответствующий уход, суд выносит решение оставить ребенка на попечение отца, вплоть до суда по бракоразводному процессу, на котором будет определено дальнейшее место жительства ребенка. Как? Нет, подождите. Как же это я мать? Вы не можете нас разлучить. Гражданочка, никто не разлучает вас с ребенком. Отец обеспечен материально гораздо лучше вас и сможет дать девочке надлежащий уход. Вы сможете видеться с ней, когда захотите, но предварительно договорившись об этом с отцом ребенка. Леня, подожди. Ты что делаешь? Ты о Буленьке подумай. Я как раз о ней и думаю. Так будет лучше для нее. О, Люба! Вы ко мне? Нет, я уже домой. А у нас процедура завтра. Не забыли? Я помню, мне немного не до этого. Просто прости. Подождите, что значит не до этого? Это ваше здоровье. Вы так горели желанием встать на ноги. Алексей Иванович, простите, мне правда нужно домой. Люба, постойте. Что случилось? Может, я могу помочь? Вы ничем помочь не можете. Люба. У меня дочь забрали. Как забрали? Кто? Муж. Мы разводимся, и он отсудил ребенка. Почему? Да из-за болезни, из-за этого чертова кресла. Потому что я не могу о ней нормально заботиться, а он может. Я понимаю, вам тяжело. Вот поэтому важно вылечиться. Нельзя сдаваться. Для меня сейчас все потеряло смысл. Ну, как вы, может, такое говорить? Давайте так. Мы назначаем дату следующего приема. Вы придете в себя, и мы продолжим лечение. Алексей Иванович, у меня есть ваш номер телефона. Я вам позвоню, хорошо? А пока мне, правда, нужно побыть одной простить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, Лень, привет! Что ты здесь потерял? Я Любу ищу, ее на рабочем месте нет. Ты не знаешь, где она? Ее здесь нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лень, мне серьезно надо с ней поговорить. Что тебе нужно от нее? Я с ней обсужу, где она? Ленечка, милая, ты скоро? Да, пойдем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Зачем ты пришла? За помощью? Как видишь, я теперь не в состоянии тебе ничем помочь. ЛЮБА 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 Я видела Леню с Олесей. Я знаю. Он меня бросил. Ну, я тебя предупреждала, что он ловелас. Так, а где Оля-то? Лёня ее забрал. Вот гад, а? Так, все. Насмотрелась? Давай, теперь иди. Муж нетушки. Теперь я отсюда точно никуда не уйду. ЛЮБА ЛЮБА Люба, кушай. Тебе надо набираться сил, вставать на ноги. ЛЮБА 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 ПОВОДУ РАДОВАТЬСЯ. Я понимаю. Но не надо унывать. Надо идти вперед. Там обязательно будет повод для радости. М? Давай, кушай. Странно. Меньше всего я ожидала поддержки от тебя. Я когда сюда пришла, сразу мать свою вспомнила. ЛЮБА Она когда болела, ей никто не помогал. Я поначалу тебе завидовала, если честно. Что у тебя все вот... Вот так вот. На блюдечке с золотой каемочкой. Оно вон как вышло. Да. Но отчаиваться все равно не нужно. Надо бороться за свою жизнь, Люба. Оля. Оленька, иди сюда. Иди, иди, иди. Смотри, какая красивая кукла. Она теперь твоя. Нравится? Не надо мне куклы. Я к маме хочу. И куда папа ушел? Когда он вернется? Что ж такое-то? Ну сколько можно капризничать? Ты же сама попросила мороженое. Вот папа и пошел за ним. А ты тут истерики закатываешь. Мороженое тебе не куклу, а хороший подзатыльник бы дать. Ты знаешь, я не хочу с тобой жить. Да замолчи немедленно! Кто тебе разрешил вообще так разговаривать? Ну что тут у вас опять? Что-что? Вечные капризы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Люба! Вы куда пропали? Простите, Алексей Иванович, мне не до процедур. Я за справками для пособий приехала. Постойте, какие справки? Ну вы прием пропустили, Люба. Вам нельзя запускать болезнь. Я все понимаю, но... Мне в последнее время все кажется бесполезным. Я лишь лишними надеждами себя тешу. Постойте, какие надежды? Что вы такое говорите? Нужно бороться, нужно верить. Вы поправитесь, вернетесь к нормальной жизни, а потом и дочь сможете вернуть. Правда? Вы считаете это возможно? Только скажите все, как есть. Я вам клянусь, Люба. Я сделаю все, чтобы вы встали на ноги. Спасибо. Зачем ты кричишь на Олю? Неужели ты не понимаешь, что у нее без того стресс? Ты будешь мне еще претензии высказывать? Это все твоя неблагодарная дочь. Я к ней со всей душой, а она неблагодарная. Оля еще совсем ребенок. Неужели так трудно проявить хоть капельку терпения? А почему я должна проявлять терпение и со всеми капризами мириться? Лень, ты думаешь, мне легко? Олеся, я прошу тебя, послушай, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы у нас все наладилось. Чтобы Ольга жила с нами. Чтобы дома было хорошо и спокойно. Но неужели я так многого прошу? Скажи об этом своей дочери. Ты просто как ребенок малый. Это абсолютно невозможно разговаривать. Вика! Ау! Слушай, я в поликлинике объявление увидела. Там уборщица требуется. Ну, я, конечно, понимаю, это не работа мечты, но все же. Вот. Угу. Да, спасибо, я позвонила. Ты же знаешь, меня никакая работа не пугает. А это ты что? А, это я тебе платье немного перешила. Вот это да. Я думала, все, платье на выброс, а ты взялась, посла его. Надо же было придумать. Может, тебе серьезно этим заняться? У тебя талант. Да ну, брось. Я в тюрьме немного научилась шить. Ну, знаний не хватает, конечно, но мне это просто очень нравится. Ну, я пока могу и полы помыть. М? Прорвемся? Вас встречают? Да, меня сестра привезла. Ага. Дожидается меня. Вот это она. Вик! А, познакомься, это мой летящий врач, Алексей Иванович. А это моя сестра, Вика. Очень приятно. Взаимно. Вы знаете, она мне так помогает. На меня столько всего навалилось в последнее время. Даже не знаю, что бы я делала, если б не она. Ваша сестра молодец. Спасибо. Люб, слушай, меня завхоз попросил сразу приступить к работе. Я просто не знаю, как тебя отвезти домой. Может, ты подождешь меня, пока я закончу, и я постараюсь побыстрее? Хорошо. Ну, а чего ждать-то? У меня рабочий день закончился, так что я могу отвезти. А, правда? Конечно. Ну, отлично тогда, я как раз спокойно уберусь. Не знаю, это как-то неудобно. У вас же, наверное, никак очень дел. Да никаких дел. Тем более, это меня совершенно не затруднит. Ну, тогда спасибо. Да не за что. Алексей, спасибо вам огромное еще раз. Да пожалуйста. А, может, чайку? Пью с удовольствием. Угу. Уютно у вас. Это все заслуга Вики. Да? Повезло вам с сестрой. Да, это точно. Что это есть? Да, конечно. Пойдемте. Вадик. А? У меня к тебе разговор. Да, я тебя слушаю, мам. Ты еще встречаешься с этой девицей? Мам, ты опять? Ну, просто ответь мне. Да, я встречаюсь с ней и буду встречаться. Ну, да. Худшего варианта было трудно найти. Мам, ну, скажи, почему она тебе так не нравится? Мое учитье меня никогда не обманывает. А эта девица нам врала. Она не та, за кого она себя выдает. Мам, сколько уже можно это говорить, а? Ну, сынок, я же не просто так это говорю. Ну, вы же с отцом мне не поверили. Ну, так я наняла частного детектива. Что ты сделала? Может, наняла частного детектива? Зачем? Ну, как? Я же должна заботиться о будущем своего сына. Господи. Твоя Люба, а настоящее имя не Люба, а Виктория. И воспитывалась она в детском доме. А потом сидела в колонии. Никакой она не дизайнер. Ломойка она. Мама! Вот здесь. Адрес поликлиники и время, в которое ты можешь застать свою возлюбленную и увидеть своими собственными глазами. Чем она на самом деле занимается? Мама, я тебя прошу. Больше никогда не вмешивайся в мою личную жизнь. Я сам разберусь. Голова просто раскалывается. Когда ребенок в доме вечно скандалит, не отдохнуть и не выспаться нормально просто невозможно. А я бы хотел, чтобы ты была пооптимистичнее. У меня для тебя хорошие новости. Ну, тогда мы должны быть просто суперхорошие, чтобы поднять настроение. Готово. Да? Мне предложили стать официальным представителем нашей фирмы в Италии! Да ладно! Да! Ну, правда, есть одно но. На это место назначен конкурс. Там три кандидата. Надо поработать полгода на Алтай. Это как испытательный срок. Но я в своих силах уверен, место будет мое. Италия! Это же так прекрасно! А как теперь начнется новая жизнь? Угу. 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 Алексей Иванович. Чего? Я, кажется, ногу чувствую. Ну, я отлично. Так и должно быть. Динамика положительная, чувствительность возвращается с каждым днем. Как же я хочу снова ходить. Вы будете ходить, будете. Видите, ваше упорство дает результат. Больше всего на свете я хочу скорее встать на ноги и вернуть дочку. Пока для меня даже увидится с ней проблема. Хотите прямо сейчас ее увидеть? Могу отвезти. Мне так неудобно. Вы и так столько для меня делаете. Да, глупости мне не сложно. Я считаю, что эта часть лечения, ведь хорошее настроение, оно что? Что? Способствует выздоровлению пациента. Вы не волнуйтесь, можем в следующий раз приехать. Давайте еще немножко подождем. Вдруг они сейчас придут. Конечно. Оля! Оля! Мама! Оленька! Ты моя хорошая, иди ко мне. Мамочка, я хочу домой. Олеся недобрая, она меня не любит. Ты моя хорошая. С тобой же папа, он тебя очень любит. А я скоро вылечусь, и ты обязательно вернешься домой. Люба, я прошу, не обнадеживай ребенка. Да, и еще, мы скоро переезжаем в другой город. Я получил новое назначение по работе. Лень, ты что? А как же... Это не обсуждается. Послушайте, ребенку в таком возрасте нужна мать. А вы кто, адвокат, что ли? Нет, но я ее врач и друг. Тогда послушайте, врач и друг. Я попрошу вас не вмешиваться. Я не соглашусь с твоим решением никогда. Я буду бороться всеми возможными способами. Это твое право. Зайка, пойдем домой? Мамочка, а когда я снова тебя увижу? Скоро, скоро. Я тебе обещаю. Пойдем, малышка, пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, пойдем, пойдем. Мам. Пойдем, пойдем, скорее. Люба, я прошу, успокойтесь. Я вас познакомлю с очень хорошим адвокатом. Слышите меня? Любовь! Или правильнее Виктория. Откуда ты знаешь? И что ты здесь делаешь вообще? Волгала мне. Ты что, правда захотелась? Да. Пожалуйста. Да, я Виктория. И никакой я невольный художник. Вон, чужие художества подтираю. Росла всю жизнь без родителей в детском доме. Боролась за существование, как могла. Катя еще правда нужна. Зачем ты все это затеял, а? Да убери руки от меня, уйди вообще отсюда. У меня работа стоит. ВЫСТРЕЛ Моя очень хорошая знакомая, адвокат. Я рассказал о вашей проблеме, она согласилась помочь. В очередной раз меня выручаете. Ну… Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь. Юль, это Люба. Это Юля. Очень приятно. Люба мне, Леша, вкратце описал вашу ситуацию. Спасибо. Какие у меня шансы вернуть дочь? Все в наших руках. Подберем аргументы в вашу пользу. Я так понимаю, за вами сестра ухаживает? Предоставим ей лучшие характеристики для начала. С характеристиками могут возникнуть проблемы. У нее была судимость. Это несколько сложнее задачу, но ничего страшного, разберемся. На самом деле, меня больше волнует ваша болезнь. Я бы подождала до полного восстановления. Это ведь реально, Леша? Ну, мы все на это рассчитываем. Тут другая проблемка нарисовалась. Мой муж хочет увезти дочь в другой город. Он вообще может это сделать без моего согласия? К сожалению, да. Если бы речь шла о поездке за границу, требовалось бы ваше письменное разрешение. А в другой город он может увезти ее в любой момент. Понимаете, если они уедут, я же... Я не смогу ее видеть совсем. Люба, не переживайте раньше времени. Надо попробовать отложить их отъезд. Сможете? Сомневаюсь. Я пыталась с Леней поговорить про Олю. Даже слушать не стал. Вполне себе ожидаемо. ЗВОНОК milhões Это кто? Та парень там... Один. Преследует меня. Не знаю, что хочет. Может, что-нибудь поговорить с ним? Узнать, что хочет? Да мы уже обо всем поговорили Я просто ему врала по поводу себя Даже именем другом назвалась А он обо всем узнал И вдобавок ко всему еще и со швабры в руках увидел Может, ты что-то значишь для него? Да даже если и значим У него там такая семья Они никогда в жизни не примут Да что за глупости? Не примут Вика, семья семью И главное чувство Ни работа, ни имя А ты такая, какая есть Каким ты именем Ты хоть называлась? Любовью Я не знаю, зачем я это сделала Просто мне в какой-то момент захотелось быть Не оттесанной девчонкой Из детского дома А похожей на тебя Ну-ка, иди сюда Голубенькая Да ты же у меня самая замечательная Такая, какая есть Скажешь тоже Вика Вика Чего тебе? Я не мог до тебя дозвониться Знаю, только не понимаю, зачем Пожалуйста, выслушай меня. Меня абсолютно не смущает, кто ты. И я хочу продолжить с тобой общаться. Я не вижу в этом смысла. Тем более с учетом мнения твоих родителей. Мне все равно, что они об этом думают. Ты мне очень нужна. Ну что, готовы пройтись на ходунках? Да. Так. Так, ноги ставим. Вот, аккуратно. Значит так, беремся, на раз поднимаемся. Готовы? Да. И раз. Вот, хорошо. Так, стоим, стоим. Значит, идем кондомками вперед и подтягиваемся за ними. И подтягиваем ноги. Ага. Моги как будто не мои. Нормально, пройдет. Еще раз. И раз. Подтягиваем. Ой, не могу больше. Все, понял. Держимся. Садимся. Ну что, поздравляю, у вас получается. Ой, аж голова загружилась. Воды? Да, пожалуйста. И это только первый шаг. После очередного курса физиотерапии, лечебной физкультуры сможете обходиться без них. Скорее бы. Так. Немножку ставим. А я тут работу себе нашла. Буду рекламные тексты писать. Я же раньше в рекламе работала. Отличная новость. Угу. Наконец-то я себя чувствую человеком. А не просто обузой для Вики. Ну, я думаю, что вы до нее никогда обузой не были. Но я очень рад, что вы вернулись к нормальной жизни. Да. Мне очень помогает мысль о том, что я должна как можно скорее вернуть Олю. Юля сказала, что с этим нужно повременить. А лучше довериться ее опыту. Кстати, а вы давно знаете ее? Да, мне кажется, всю жизнь. Вообще-то она бывшая моя жена. Надо же. Угу. А просто у вас такие теплые отношения. Ну, как принято говорить. Расстались с друзьями, она вышла за другого. У нас нормальные отношения. Жаль, что у нас с Леней. Так не получается. Я прекрасно понимаю, почему ты так поступила. И тебе совсем нечего стыдиться. Конечно. Это же мечта любого с моим прошлым. Ты – это ты. Такая, как есть. Меня это нисколько не смущает. А вот мне кажется, что ты лукавишь. Ну, ладно. Ладно. Меня само смущает моя собственная необразованность и неоттесанность. Но это поправимо. Да меня и сестра уговаривает пойти учиться. Только мне кажется, из этой идеи ничего путного не выйдет. Я и школу-то с трудом закончила. Куда мне? В школе мы часто зубрим. А сейчас можно найти какой-то интересный вуз, учиться в удовольствие. Найти свое призвание. Вообще, я бы очень хотела стать дизайнером одежды. Ну, так давай. А я тебе буду помогать и поддерживать. Ну, меня сестры почти убедили. Привет. Привет. Спасибо, что пришла. Угощайся. Это тебе, как ты любишь. Хотела тебе рассказать, что у Любы значительное улучшение состояния здоровья. Ну, надеюсь, это повлияет на судебный процесс. Я принес документы, подтверждающие прогресс в лечении. И, кстати, последние результаты дают надежду на ее окончательное выздоровление. Отлично. Состояние ее здоровья – самый уязвимый момент в деле. А ты, я вижу, проявляешь к Любе неподдельный интерес. Она тебе нравится? Да ты что? Она замечательный человек. Я хочу, чтобы у нее все хорошо было. Леш, ну, передо мной ты можешь не лукавить. Между вами что-то есть? Нет. А если честно? Да, она действительно мне нравится. Ну, она до сих пор любит своего мужа, и я совершенно ей не нужна. А он, кстати, с ней очень плохо обошелся. Ты не сдавайся, запаси терпением. Я для нее просто врач и друг. Это сейчас, но все меняется. Время идет. Я уверена, у тебя есть все шансы. Ну, кому как не мне это знать. Лень! Лень, ну половина не вылезает. Что теперь делать-то? Да не переживай ты так из-за шмоток. Там докупим. Иди сюда. Ну, ты прав. Заодно немного себе поновлю гардеробную. Оленька, ты вещи свои собрала? Никуда не хочу ехать. Давай останемся. Пусть она одна едет. Так, малыш. Мы же с тобой уже все обсудили, да? Папе завтра уже на новую работу. Тогда едьте вдвоем. А я к маме хочу. Все уже решено. Мы едем все вместе. Давай, иди собирайся. Так, надо по дороге еще в банк заскочить. Ой, я как раз себе что-нибудь куплю. Давай, поторопись. Времени не так много осталось. Вика! Не стало известно, что ты продолжаешься сейчас и с моим сыном? Это вас не касается. Все, что касается моего сына, касается и меня. Вот ты ему не пара. Мы с Вадимом друг друга любим. Вот только не надо мне рассказывать сказки про любовь. Мне с тобой все ясно. Я хочу, нет, я требую, чтобы ты оставила моего сына. Вы хотите, чтобы я сделала вашего сына несчастным? Этого не будет. Давай начистоту. Тебе же нужны от него деньги. Только не отрицай. Я дам тебе денег, а ты оставишь его в покое. Да кто вам дал право меня унижать? Ну ты просто назови сумму. Мне не нужны ваши деньги. Я с тобой никуда не пойду. Ну куда ты денешься? Пойдем. Оля! 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 Оля, ты где? Оля! Люба? Готова к новому этапу? Не знаю. Вы уверены? Вдруг не получится. Что значит не получится? Получится. Все получится у вас. Так, это под эту руку. Дайте мне эту. Так, сюда. Ага. Сюда, правильно. Ой, сейчас. Давайте. Пару шагов. Угу. На счет раз встаем на костыле. Хорошо. И раз. Вот, хорошо. Ага. Готовы? Да. Давайте первый шаг. Вот. Не торопимся. Аккуратнее еще. Вот. 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 Хорошо, хорошо. Вот. Тихо, тихо. Люба, вы мне очень дорогие. Я вас люблю. Алексей Иванович. Что? Простите, не сдержался. Ой, тихо, 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 тихо. Простите. Люба, я ни на что не претендую. И никуда не спешу. И вообще, если вам это неприятно, забудьте. Главное, лечение. Да что ж такое-то? Ну что? Лень, я только на секунду отвернулась. Она, она вот здесь была. И вдруг, я не знаю, куда она могла деться. Вас даже на пять минут нельзя вместе оставить. Ты взрослый человек, не в состоянии за ребенком уследить. Слушай, если бы это был нормальный ребенок, за ним не надо было бы следить. Я весь торговый центр отбежал, ее нигде нет. А может, ее Люба украла? Интересно, и как ты себе это представляешь? Как? Я не знаю. Оля как будто сквозь землю провалилась. Я думаю, Люба здесь ни при чем. Я не позвоню. Телефон выключен. Может, разрядился? Возможно. Я все равно сейчас поеду к Любе. Узнаю, может быть, Оля каким-то образом попала к ней. Подожди, мы же на самолет опоздаем. Какой самолет? У меня ребенок пропал. Лю... Привет. Ого! Ты уже на костылях ходишь. Да ты герой просто. Да я могу. Я никогда не смогу, наверное, сдать это ЕГЭ. У меня уже крыша едет. Да ладно. Ой! Сдашь сына отлично, я уверена. Да я сосредоточиться не могу. Ко мне, прикинь, мать Вадима приходила. Хотела от меня откупиться. В каком смысле? В прямом. Она предлагала мне деньги, чтобы я отстала от ее сына. Ничего себе. Угу. А ты Вадиму рассказала? Да я не буду ему ничего говорить. Не хочу я его ссорить с родителями. Захотят, сами расскажут. Они с тобой так жестко, а ты выдавать их не хочешь. Детский дом научил ценить семью. Я не хочу эту семью разрушать. Вадима я в любом случае не брошу. Вот это ты молодец. За свое счастье надо бороться. Да. Ты что такая возбужденная вся? Прям сияешь. Мне мой врач в любви признался. Алексей Иванович? Серьезно? Прям так и сказал? Я тебя люблю? Угу. Угу. Ну а что? Он мужчина знатный, видный. Я бы на твоем месте не отказывалась от ухаживания. Ты сначала со своим разберись. Так, ну кто мне минуту назад здесь про счастье говорил? Ой, да если бы только знать, в чем оно, мое счастье. Ой. Для меня сейчас главное, чтобы Оля была рядом. Ты кого-то ждешь? Нет. Оля, у тебя? Нет. Она не с тобой? Она потерялась. Девочка, а где твои родители? Не знаю. А как тебя зовут? Оля. Я к маме хочу. Оля, а ты знаешь, где ты живешь? Нет. Ну что? Все обыскал, ее нигде нет. Лень. Успокойся. Ее ищет полиция. У них больше шансов, чем у нас. Она обязательно найдется. Поехали. Нет. Ты что, я не могу так просто сидеть и ждать. Ладно, давай искать дальше. Да, спасибо. Я обзвонила уже все больницы, все морги. Там ее нет. У вас что? Где вы только не искали. Безорезультатно. Люба, ты помнишь, что тебе надо было час назад в поликлинику на процедуру? Какие процедуры? У меня ребенок пропал. Мы пока с Леней поищем вдвоем. Да, я слушаю. Хорошо, спасибо. Нашлась. Слава богу. Едем. Ай, Оля, это же надо было догадаться пойти одной по улице. Я шла к маме. Только адрес забыла. Забыла. Это хорошо еще нашелся добрый человек. Нашел тебя, отвел в полицию. А если б нет? Ну ладно, Лень, слава богу, все позади. Но ты, Оленька, больше так никогда не делай. Поняла? Я просто не хотела уезжать. Не хотела она. Давай, садись. Люба, я тебя сейчас домой завезу, а мы потом с Олей к себе поедем. Ага. Ой. Что такое, болит? Ничего, все в порядке. Может, лучше в клинику? Ну да, наверное, лучше в клинику. Отвезешь? Отвезу, давай. Ну что это такое? Люба, я же вас просил к своему здоровью относиться серьезно. Нельзя пропускать процедуру. Еще такие нагрузки на ноги. Ну что вы? Так получилось. Это не аргумент. Так получилось. Ладно, на самом деле я договорился, что вам сделают процедуру вне очереди. Спасибо. Не за что. Пожалуйста, не пропускайте процедуру. Дочка ведь нашлась? Да, слава богу. Слава богу. Но мы всю ночь с Леней места себе не находили. Ну что, довольна? Всех на уши поставила? Олеся, не ругайся. Малыш, пошли умоваться. Леня! А ты считаешь нормальным проводить ночь в компании бывшей жены? Мы не развлекались. Да? А мне откуда знать? Послушай, ты бредишь. Ты же сама за улей не досмотрел. Не повышай на меня голос! Ты с этим ребенком вечно весь на нервах. И я тоже. Значит так. Я больше не могу с ней жить в одном доме. Выбирай. Или ты возвращаешь ее Любе, или я ухожу. Мамочка, мамочка, я приехала к тебе. Мамочка, мамочка, я с тобой буду. Лень. Это. Я принял решение. Улья, с тобой будет лучше. Да, добрый день. Да. Я не смог вылететь вчера. По семейным обстоятельствам. Я как раз звоню, чтобы переназначить встречу с руководством. Я вылечу ближайшим рейсом. А, у меня дочь пропала. Нет-нет-нет, все в порядке, я уже нашлась. Подождите. Что значит, вы сняли мою кандидатуру из-за неявки? Сашенька, отвлекись. Мне нужен твой совет. Я совсем не представляю, как отводить эту девчонку от нашего сына. Я уж и денег ей предлагала. Так она отказалась. Я не понимаю, в чем дело и как мне на нее повлиять. Почему ты не допускаешь мысль, что ты ошибаешься? Может, ей действительно совсем не деньги нужны. Ты же ее видел? Это же типичная девица-охотница. Я бы так не сказал. Просто небогатая. И что? Ну, нельзя же всех подозревать. Вспомни, как твои родители в свое время пытались тебя настроить против меня. Ну, это совсем другое. Пусть и нет. Давай дадим девушке шанс, а? Ну, я не знаю. Я отдал Улю Любе. Как ты и хотела. Хорошо. Что, опять недовольна? Нет, я просто переживаю, что мы наш рейс пропустили. Когда теперь вылетаем? А мы никуда не полетим. Итальянскую перспективу я потерял, в общем, как и все остальное. Как это? А вот так. На конкурс опоздал. От нашей компании сразу откомандировали другого человека. Никто под меня подстраиваться не стал. Руководство вообще недовольно говорит, что я их подвел. Еще куча всего. На мое место сразу назначили другого человека. В общем, я и свое место потерял, и другого я не приобрел. Вот так. Замечательно. Нам только этого не хватало. Ну, не переживай ты, не переживай. Мы прорвемся. Вообще-то я с тобой на другую жизнь рассчитывала. Решением суда ваш брак признается расторгнутым. Данное решение вступит в законную силу через месяц. Государственная регистрация расторжения брака будет произведена по месту жительства. По соглашению родителей суд определяет место жительства ребенка с матерью. Ну, я же говорила, что все будет в порядке. Я даже боялась надеяться. Это надо отметить. Ну? Ой, извините, пожалуйста. Да нет, что вы, это я сам виноват. Вот по телефону заговорился. Я здесь недавно, еще пока никого не знаю. Прошу. Олеся, сотрудник отдела маркетинга. Очень приятно. А я могу вам о других наших работниках рассказать, если хотите. Буду очень признателен. А только предлагаю начать с чашечки кофе. Вы не против? С удовольствием. Прошу. Ну что, предлагаю выпить за воссоединение семьи. Ура! Так, ну нам, Солечка, уже пора спать, да? Время позднее, пора. Да? Давай, бери свой тортик. Оп. И иди в комнатку. Так. Люба, я не хочу быть навязчивым, но теперь, когда Оля дома, может, вы подумаете о себе? Вы знаете о моих чувствах. Нет, я никуда не тороплюсь и готовлю ждать сколько угодно, но... Я очень хочу, чтобы вы мне дали шанс. Я просто... немного отвыкла от ухаживаний и прочего. Ну, может, вам стоит начать привыкать? Наверное, можно уже на «ты». Музыка. 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 Привет. Привет. Ну что, как ты? Хорошо. Вот готовлюсь к вступительным экзаменам. Я курсы выбрала, хочу поступить в Институт технологии и дизайна на конструктора одежды. Ну и отлично. Я в тебе не сомневаюсь. Ты сильная и умная. Если чего захочешь, то обязательно добьешься. Но ведь вся эта учеба только благодаря тебе и Любе. Мне бы еще хотелось работу сменить, чтобы поближе к специальности было. Курсы курсами, а на жизни же нужно как-то зарабатывать. В этом ты можешь даже не сомневаться, я тебе помогу. И вообще, мне кажется, что пора о семье подумать. Построим свой дом, будем жить там долго и счастливо. Подожди, Вадим, ты сейчас серьезно? Ну, собственный дом по собственному проекту, это же мечта каждого архитектора. Я не про дом, я про нас с тобой. Конечно, серьезно. Я давно об этом думал. Ты против? Я за. Ну, прекрасно. Я предлагаю отметить это у меня дома. У тебя дома? У тебя там родители же. Мои родители уже давно поменяли свое мнение о тебе. Пойдем. Подожди, слушай, а давай не сегодня, а у меня завтра экзамен. Хорошо. Тогда завтра, после экзамена. ой, смотри, папа. Папа! Ну, иди ко мне. Привет! Моя красавица, милая. Папа, смотри, зачем мне бегать. Ну, покажи мне. Папа, папа! Как ты живешь? У нас все хорошо. Люба, я долго думал о тебе, о боли. Давай начнем все сначала. В смысле? Я расстался с Олесей, это все было какая-то безумная ошибка, и я домой хочу. Хочу в семью. Лень, ну, у меня многое поменялось. Я не свободна больше, понимаешь? Лень, подожди, подожди, ну, я понимаю, я понимаю, ты обижена, ну, ну, я б дурак был, прости меня, прости, ну, чего? Ну, Лень, ну, ты не понял меня. Я не люблю тебя больше. Я люблю другого человека. Оленька, идем ко мне. хочешь, на кочетке пойдем. Поздравляем с сдачей экзаменов. Поздравляем. 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 Спасибо большое. У нас новость. Мы с Викой думаем переехать в свое жилье. Покупаем небольшой домик за городом. А. Молодцы. Я рад за вас. И еще. Мы решили пожениться. Правда ведь? Да. Ура. 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 Надо поговорить. Леш, что случилось? Я тебя ждала, ты даже не позвонил и на мой звонок не ответил. Я тебя видел с твоим бывшим в обнимку. Ничего не хочешь рассказать? Да, он приходил поговорить. Он хотел вернуться, но я ему отказала. Серьезно? Ну, конечно. Леш, все в прошлом. У меня же теперь есть ты. выходи за меня. Я согласна. Горька! 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 Поздравляю. Поздравляю. А теперь общая фотография. Все становятся на общую фотографию. Жених с невестой встали поближе. И вторые тоже. Родители. Смотрим в камеру. Улыбаемся. И все дружно! Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова